Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Председатель Государственного комитета по печати и информации Автономной Республики Крым. Условно говоря, министр печати. Валентин Алексеевич, Вы профессиональный журналист. Давайте попробуем начать с личного вопроса. Как Вам чувствуется себя в кресле министра печати Крыма, как журналист? Наверное, так же себя чувствую, когда я работал журналистом, редактором газеты и работаю уже председателем комитета. То есть то несовершенство законов, законодательной базы, налоговая система в отношении средств массовой информации, которая существует на Украине. Я так же остро переживаю за то, что происходит. Поэтому настроение не изменилось. Наоборот, только увеличились и улучшились попытки что-то изменить хотя бы в условиях Крыма в отношении средств массовой информации. Вот, кстати, по поводу Крыма. Возможен ли, например, такой вариант? Я почему спрашиваю Вас об этом? Потому что телефоны у нас вообще в региональном представительстве, как правило, все белого цвета. Но они имеют такую сезонную способность менять цвет до красного, раскаляться. Вот сейчас звонят, спрашивают по поводу подписки. Когда же наконец откроется подписка не только на, например, на Гомсомолку, а и на другие местные издания? И будет ли когда-нибудь в киосках, в почтовых каталогах, например, тех же, ну, скажем так, российских изданий или бывших российских, да, зарегистрированных теперь в Украине, так как это сделала Комсомолка, АИФ, труд, известия, несущих больше украинской информации? Будет ли когда-нибудь их больше вообще в каталогах? И возможно ли, чтобы Крым, например, ну, скажем так, с учетом его специфики, что ли, и политической, и по национальному составу, чтобы он имел некое отличие от всей остальной Украины или, ну, скажем так, хотя бы западной ее части? Я думаю, что в каталоге могут быть представлены, и сейчас это действительно есть, все российские издания, которые изъявили желание распространяться на территории Украины. Другое дело, может ли наш считатель сделать подписку по тем ценам, которые представлены теми или иными изданиями. Те издания, которые печатаются на территории России, проходя через границу Украины, вынуждены на свою себестоимость издания накладывать те расходы, которые они несут при пресечении границы. Двойной НДС, двойной НДС и так дальше. То есть цена неимоверно высокая для нашего населения, а те издания, которые имеют возможность издаваться и печататься на территории Украины, они попадают под тарифы, которые действуют на территории Украины, и их цены и подписные, и розничные уравнены с теми изданиями, которые называются чисто украинскими. Поэтому, наверное, только экономическая ситуация будет регулировать эти вопросы. И второе, что можно дополнить к этому, до тех пор, пока на Украине не будет принят закон о государственной поддержке средств массовой информации, так как это сделано в России, когда все положения, касающиеся средств массовой информации, налогообложения, доставка, распространение, кто в какую категорию попадает, под какие льготы, то ли издание попадает, там, детская литература, рекламная, эротическая и так далее. До тех пор, значит, вот эти неувязки, они будут касаться всех средств массовой информации ежегодно, даже по полугодию, так как и подписная компания полугодовая, и, естественно, ценообразование идет именно по полугодию. Сейчас Верховный Совет Украины пытается принять этот закон, но он прослушан только в первом чтении. Еще очень много предстоит, так сказать, сделать, чтобы он действительно был принят. И до тех пор, пока не будет такой жесткой законодательной базы, мы каждые полугодия будем испытывать те или иные неудобства в отношениях и, прежде всего, при подписной компании. Я неспроста спрашиваю вас об этом, потому что вот в последнее время, ну, я как журналист замечаю некие метаморфозы на информационном поле. Обратите внимание, у нас вымываются, ну, скажем так, издания, которые могли бы интересовать читателя, хотя бы потому, что несут некую информацию о жизни в странах СНГ сегодня, да, и появляется масса именно по-настоящему зарубежной периодики, приходящей действительно из дальнего, скажем так, зарубежья, то есть все, что там за, предположим, за границей Молдавии уже и России назад. Посмотрите, масса польских журналов, масса журналов немецких, причем многие из них уже издаются, ну, ведущие мировые журналы, да, издаются в России, выходят их так называемые русские версии делаются, и тем не менее присутствуют на рынке, допустим, отпечатанные в Германии или в Польше, на немецком или польском или французском языке. Ведь это происходит потому, что, опять-таки, завозить из России то, что доступно, тяжело, а завозить, получается, оттуда проще. Ну, я думаю, не совсем так, поскольку вы представляете периодическое, ежедневное издание, а, так сказать, из дальнего зарубежья в основном приходят журналы, еженедельники, ежемесячники, говорить о ежедневных изданиях, допустим, польских, там, чешских, германских и так дальше, пока рано. Здесь можно объяснить не только разницу там пошлинах между, на российской границе или западной, западной Украины, они везде одинаковы, объясняются, опять же, экономическими причинами, поскольку печать, напечатать журнал в пределах Германии, на том полиграфическом оборудовании или чешском, которое есть, гораздо дешевле, чем в России. Это я прекрасно знаю. Дело в том, что, ну, скажем так, издательский дом «Комсомольская правда» очень много издает своих журналов, печатает их в Финляндии, в Германии, в Польше. Испоем, есть бумаги там ниже, чем в России. Дело в том, что завести их, получается так, если он написан на русском языке, то в свою печать он сразу подпадает как журнал, произведенный в России, и свою печать должна получать дополнительный патент на него. Но свою печать, насколько я владею ситуацией, не ограничена в выставлении, например, других изданий, тех же журналов, того же характера, того же содержания, отпечатанных, скажем так, на другом языке. В этом весь парадокс. Получается, что кто-то, ну, сознательно, видимо, это делается в преддверии, там, грядущих ли выборов, президентских ли, я не знаю, выборов ли в местные органы власти или Верховный Совет Украины, сознательно пытается регулировать. Вот, мне кажется, это могли бы подтвердить некоторые цифры, которые, я так думаю, вы знаете лучше меня. Насколько вообще Крым отличается в плане количества изданий, разноса их, ну, скажем так, по языку издания, по географии издания, российские или это издания, или это украинские, на каких языках издаются от других регионов Украины? Ну, чтобы завершить нашу небольшую дискуссию по второму вопросу, я бы хотел сказать, что если в отношении тех или иных средств массовой информации, в данном случае печатных, применяются какие-то санкции экономическо-административного характера, это идет на пользу только этих средств массовой информации. Они более оперативны, они более мобильны, и так или иначе, если у них поставлена цель войти на этот информационный рынок, они всегда это сделают. Что касается специфики Крыма, то я бы не сказал, что Крым отличается особенно от общей территории Украины по тем изданиям, которые в целом выходят, даже по языку издания. Допустим, вся подписка печатных изданий на Украине на русском языке составляет 80%. У нас 93%, 91%. Казалось бы, так сказать, разрыв не очень существенный, но мало кто об этом, так сказать, знает. Если представить структуру в розничной сети, то картина следующая. 273 издания, это чисто крымских, общим тиражом свыше миллиона экземпляров. 113 изданий украинских, общий их тираж составляет 400 тысяч. И российских изданий 33. Общий тираж составляет около 100 тысяч. Но по сравнению с 96-м годом, вторым полугодием, 96-го, российские издания резко уменьшились как по количеству, так и по тиражам. Опять же, это вызвано тем, о чем я ранее говорил, что те издания, которые печатаются в пределах Украины, они конкурентно способны. А те издания, которые издаются в пределах России, они вынуждены повышать цену. Естественно, так сказать, их тиражи резко упали здесь, в Крыму. Все-таки давайте будем надеяться, что в ближайшее время, ну я не знаю, я думаю, что хотелось бы верить, что хотя бы в ближайшие полгода более-менее ситуация на рынке средств массовой информации стабилизируется. Государство, скажем так, подумает о том, что бороться все-таки со средствами массовой информации бесполезно по большому счету. И все, в принципе, повернется, скажем так, лицом к читателю и подписчику. Я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне сегодня в студию. Спасибо вам. Я думаю, что мы вернемся к этому разговору с вами и к этой дискуссии, наверное, после того, как завершится подписная кампания. Спасибо вам большое. Я желаю вашей программе и вашей газете успехов и просветания. Спасибо. Спасибо, уважаемые теледрители. До свидания. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у меня в студии мой давний друг. И так случилось, что актуальный, на сегодня очень актуальный собеседник – это Александр Алексеевич Колюсь, председатель представительства фонда имущества Автономной Республики Крым в городе. Ялти, Саша, у тебя вообще так много должностей, обязанностей, прямых, косвенных, общественных нагрузок, что я даже иногда путаюсь. Ты еще являешься консультантом Верховной Рады Украины. Депутатом городского совета и прочее, 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 прочее. То есть, ну, должность у меня, в принципе, одна. Должность – это начальник представительства фонда имущества Автономной Республики Крым в городе Ялти. Совершенно потрясшее позавчера убийство господина Головезина Алексея Сидоровича, твоего непосредственного начальника, вот именно по работе, связанной с приватизацией, председателя фонда имущества Автономной Республики Крым. Скажи, пожалуйста, это, ну, вот мне так показалось, это нетипично, насколько я читаю газеты, смотрю телевидение, никогда подобным образом, скажем так, и ничего подобного я не слышал ни в России, где приватизация давным-давно идет полным ходом, ни в Украине, тем более, скажем, ну, вот такого агрессивного, откровенного давления вплоть до убийства на крупных чиновников, занимающихся приватизацией, что мы и здесь, получается, впереди планеты всей, вот Крым. Ну, я думаю, что, хотел бы сказать, что я вчера был в Киеве, и известие, ну, меня просто потрясло. Почему? Потому что мы с Алексеем Сидоровичем знакомы еще с 91-го года. Да, я знаю, вы вместе организовали биржу. Он в Симферополе, я в Ялте, то есть две разные биржи, вот с тех пор. Потом создавали вместе межбиржевый союз крымский. Вот так волей судеб получилось, что я под его начальством оказался вот два года назад, и, в принципе, по работе, так сказать, только хорошее, могу сказать. И у меня немножко, не немножко, а выбило из колеи это событие, потому что я никак не ожидал, что такое вообще может произойти. Я считаю, что вообще, когда человек погибает, умирает, это потрясающее событие. Но таким образом, и в частности, по данному вопросу, я считаю, что действительно таких событий не было. Не убивали чиновников такого ранга еще, я так думаю, на территории Украины. И хотелось бы сказать о том, что все-таки, опять же, я думаю, это зависит от общеполитических вопросов. Почему? Потому что мы знаем, что процесс приватизации в Крыму начался на год, даже на два года позже, чем в Украине. То есть то, что в Украине идет уже и идет планомерно, с поступательным шагом, в Крыму началось резко, одномоментно. В 1995 году, когда был снят мораторий Верховного Совета на приватизацию, и в очень сжатые сроки надо было проводить процесс приватизации. Может быть, это тоже дало свой отголосок на вчерашнее событие. Скажи, пожалуйста, а вот ты, ну, скажем так, возглавил представительство фонда имущества в Ялте с того самого момента, да, когда был снят мораторий на приватизацию, ну и потом Ялта, я думаю, это не самый, скажем, плохой кусок так в Крыму, да, и для многих финансово-промышленных групп, ставших на ноги, да, в конце концов, для, скажем, даже для криминальных структур, которые давно уже перешли в разряд, ну, предпринимательства, да, в общем, лакомый кусок. Вот ощущал ли ты когда-нибудь давление на себя, и если да, то в какой форме, как это проявляется? То, что Ялта – это жемчужина Украины, раньше это была жемчужина всего Советского Союза, это действительно тонко подмечено, ну, а по тому лакомый, это или не лакомый кусок, я думаю, что процессы приватизации, которые проходят в Ялте, они показывают, что, во-первых, это действительно ялтинскими объектами приватизации очень интересуются как бизнесмены, так и трудовые коллективы, которые там находятся, ну, два таких, вернее, один пример показательный. По прошлому году ялтинское представительство дало четверть поступлений от малой приватизации по всему Крыму, и по первому кварталу этого года цифры, в принципе, не изменяются. Ну, а по давлению можно сказать, что сам процесс, который я возглавляю на территории Большой Ялты, он неоднозначный. И в любом случае, как бы он ни проходил, я подчеркиваю, как бы он ни проходил, давление, особенно психологическое, ощущается всегда. Почему? Потому что изменение собственности – это всегда ущемление чьих-то интересов. Ну, простейший вариант. Я думаю, даже, наверное, трудового коллектива. Да, вот смотрите, аренда с выкупом. Есть арендное предприятие, которое имеет право выкупа. Они выкупают, нет никакой конкуренции, то есть посторонние не вмешиваются в этот процесс. Но в любом случае люди должны заплатить деньги. В нынешней экономической ситуации вынуть из кармана, то есть оторвать от своей семьи или от детей какую-то сумму и выложить на покупку свое собственное предприятие – это тоже ущемление интересов этого человека, конкретного. Ну, а когда идут конкурентные способы, например, приватизация, аукционы, конкурсы, когда идет продажа больших объектов, ну, не продажа, а акционирования, естественно, затрагиваются интересы многих. И по большей части я считаю, что психологическое давление, оно очень велико, но по другим типам давления я думаю, что надо все-таки работать, если для себя установил жесткие рамки, а рамки, они устанавливаются законами, мы государственные служащие, и законодательство Украины жестко трактует сам процесс приватизации, он регламентирован. Когда идешь в этом коридоре, то, как правило, любое силовое давление, оно не очень сильно ощущается. Надо для себя поставить рамки. Я, по крайней мере, всегда действую именно так. Когда я знаю, что меня подталкивают к тому, что выйти за рамки, я всегда от этой должности откажусь. Почему? Потому что я не могу так работать. Я работаю в жестких рамках. Я знаю, ты в политике не первый год, ты достаточно известный не только в Ялте, но и в Крыму человек. Тем не менее, скажи, лично меня, например, как крымчанин, как ялтинца, очень волнует и такой вопрос. Насколько, скажем так, плоды приватизации в той же большой Ялте, прошедшей за год, это и малую, давай будем брать, и среднюю, и большую приватизацию, насколько они, ну вот, позволят, по-твоему, выдернуть нам вот грядущий курортный сезон? Ну, Эдуард, жаль, что Комсомольская правда не ходит на брифинги, которые проводит наша пресс-служба, представительство в Ялте. Вот, но буквально в конце апреля мы отчитались по итогам работы за прошлый год, перед журналистами отчитались, естественно, и по итогам первого квартала этого года, где показали не просто цифры какие-то или еще что-то, а повезли журналистов и показали конкретные объекты, которые работают гораздо лучше, у них изменился полностью внешний облик у этих объектов, но это в большей степени, конечно, объекты малой приватизации, хотя есть и примеры среди большой, то же самое акционерное общество, гостиный дом. И я думаю, что, в принципе, весь процесс приватизации, который проходит в Ялте, он объективно способствует от года в год улучшать обслуживание той категории людей, которая приезжает к нам в город отдыхать, развлекаться, может кто-то лечиться. А если этот уровень обслуживания увеличивается, я всегда утверждал, что Ялта должна стать городом, куда должны приезжать богатые люди. Если к нам будут приезжать в город богатые люди, они у нас оставят денег достаточное количество, чтобы сформировать бюджет города таким образом, чтобы не было забастовок учителей и врачей, чтобы не было задолженностей каких-то. И, в принципе, сейчас в нашей работе наша служба, наше представительство стремится к этому. Ну, а показатели, результаты, они налицо. Я еще раз подчеркиваю, что четвертая часть поступлений денежных от общей крымской ситуации. Ну, будем надеяться, что твой, скажем так, сдержанный оптимизм все-таки даст некие плоды. Тем более, опять-таки, я возвращаюсь к этой вообще потрясающей смерти Алексея Сидоровича. И, к сожалению, наше время в эфире с тобой подходит к концу. Я, наверное, просто выражу свою надежду на то, что это совершенно нелепая смерть, наверное, будет последней, да? Очень хотелось бы верить в это, на этом нелегком пути приватизации, что вот этот нелегкий путь приватизации нас все-таки приведет, скажем так, к светлому будущему. Ну, а мне хотелось бы, чтобы государство защищало тех людей, которые проводят в жизнь государственную политику. Приватизацию придумал не Алексей Сидорович, не придумал не я. Это государственная политика. И те люди, которые проводят эту политику в жизнь, то есть формируют само государство, они должны быть защищены от подобных и других выпадов. Ну что ж, наверное, это правильно. Да не наверное, это и правильно и есть. Спасибо тебе за то, что ты пришел сегодня к нам в студию. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я хочу представить вам сегодня своего собеседника, известного крымского журналиста и давнего моего друга Григория Иоффе. Гриш, я не раз был свидетелем при очередном, скажем так, замещении вакантных должностей спикеров. Вот, бывало, сижу у тебя в кабинете, вчера спикера назначили, сегодня он звонит тебе и приглашает. Будьте любезны, приедьте. Я не спрашиваю, о чем они тебя просят, да это, наверное, интересно, неинтересно будет и нашим телезрителям. Мне вот, например, сейчас интереснее, вот что, на твой взгляд, происходит вообще у нас, в нашей чудесной, маленькой и очень гордой, особенно по отношению к Украине, Республике Крым, что вообще происходит? Это началась уже активная предвыборная кампания политических сил и, скажем так, политических кланов и группировок или... Понимаешь, это как у Жуаневского, когда он говорил по поводу борьбы с пьянством, это не борьба и это не результаты. Вот у нас тоже началась, в общем, предвыборная борьба, но, повторюсь, это не борьба и вряд ли вообще мы дождемся каких-то хороших результатов. Понимаешь, есть такая расхожая истина, что человека, чтобы он научился плавать, нужно бросить в море, и он там начнет барахтаться и научится плавать. Вот так нас всех бросили в это демократическое море и заставили учиться выборам или выбору. А ведь мы не умеем, ведь 70 лет, больше уже, 80 лет, никаких выборов у нас демократических не было. Это было такое шоу, причем серьезное шоу, и постановщики были очень серьезные, и артисты были неплохие, причем не статисты, а именно артисты, все мы были артистами. А сейчас нужно принять участие в другом шоу, а постановщики все те же, и артисты все те же. И очень сложно выучить эти новые слова этой новой пьесы, понимаешь? Конечно. Поэтому то, что сейчас происходит, довольно странная такая ситуация, понимаешь? Как говорят, что женщины любят ушами, то так же и наши избиратели, видимо. То есть просто на глазах какая-то пелена, и вообще не видят, кто это все такое хорошее, интересное говорит. Ну, хорошо, мы имели печальный опыт уже, мы ждали рублей в тумбочке к утру после победы Мешкова. Теперь к нам потихонечку начинает приходить понимание, что, а может быть, лучше бы действительно остался НВБ Гроф, которого так долго, так остервенело, в общем, политические оппоненты крестили, и тот же Юрий Александрович. Ну, а дальше-то кто? Вот по твоему ощущению, кто придет? Ну, вот на носу очередные выборы. Те же придут или будут все-таки новые? И чем эти смены могут нам с тобой, как крымчанам, вообще угрожать? Понимаешь, я вновь обманываться рад. Мне кажется, что еще не настала та пора, когда эти выборы, в общем, дадут какие-то другие результаты. Понимаешь, во-первых, у людей сегодня совершенно четкое, на мой взгляд, ощущение того, что вообще любая власть, это вообще дрянь. Ну, любая власть. Вот искала Багрови, да, просто Николай Васильевич попал в такую временную жуткую яму тогда, когда если бы не было Багрова, то вот этим другим силам, Мешкову и всем остальным, нужно было бы кого-то придумать на его месте. Придумывать не пришлось, потому что был Багров. А сегодня, когда уже поправили, поруководили люди из другого круга, так сказать, новые власть придержащие люди, и тоже ничего не получилось. То есть, и утратили даже то, что было при Багрове, я имею в виду какие-то основы крымской государственности, хотя я очень, так сказать, осторожно вообще об этом говорю, надо вообще разобраться, так сказать, что это за государственность, и нужна ли она вообще нам. То сегодня на выборах, сегодня это я говорю так широко, то есть сегодня, завтра и в течение всего этого года будут приходить люди, которые будут говорить, что они были обижены, что им кто-то мешал, кто-то что-то не делал. Помнишь, когда Мешков всегда выходил к народу там возле Верховного Совета, после месяца, двух, трех, и все время говорил, мне мешают, вот мне мешают. Вот я езжу в Китай, там что-то договариваюсь, в Швейцарию езжу, а потом мне мешают. И эти люди будут говорить. Те, кто сегодня сидит в парламенте, ну, некоторые из них, был временной промежуток, они уходили там на какое-то время и сидели дома, а не в парламенте. Сейчас они опять вернулись. Выйдя на выбор, они выйдут обязательно, они будут говорить, что да, нам мешали. Найдутся обязательно какие-то фигуры политические с громкими крымскими именами, они известны всем, не буду и повторять. Найдутся силы, которые им мешали, и народ опять будет вроде бы как верить. Хотя я склоняюсь к такому мнению, что лучше бы, чтобы народ и им не поверил, и, может быть, даже, чтобы эти выборы каким-то образом, ну, не дали вообще результатов. Может быть, тогда постановщики всей этой, так сказать, трагедии нашей крымской подумают, что нужно переписать сценарий. Достаточно логично. Тем не менее, я, например, знаю, что в некоторых вещах, происходящих, в некоторых явлениях, так, политических, происходящих сегодня в Крыму, не всегда улавливаю логику. Ну, вот, например, создание движения Крым на Шопщину. Мне не до конца понятно. Ну, ведь создается очередная партия власти. Понимаешь, тут ты говоришь логики. Логика как раз есть. Другое дело, какая это логика, так сказать, позитивная или такая, достаточно хитроумная. Я не хотел бы сегодня давать какие-то оценки этому движению, потому что оно, в принципе, еще не состоялось. То, что сегодня раздаются телефонные звонки, там, в райгосадминистрациях, в каких-то крупных предприятиях, телефонограммы принимаются, придите туда, там будет учредительная конференция и так далее. Они пройдут, конечно, они, так сказать, официально на бумаге где-то зарегистрируются. Что это даст, трудно сегодня говорить, не хотел бы я предсказывать, но это даже не партия власти. Это просто возможность людям, которые от власти и не уходили, возможность, ну, как-то из пепла вот этого жуткого, в котором наша республика находится, ну, еще раз воскреснуть. Сказать, опять же, вот, как я и говорил, мешают. Вот мешали, мешали, вот теперь мы создали это движение, и никто не будет мешать. Трудно сказать. Хотя, если почитать их документы, их цели, ну, все очень хорошо. Ну, все благие цели. Кстати, и как и у всех остальных партий. Но нет такой партии, которая бы там записала, мы хотим сделать хуже. Все хотят сделать хорошо, только как? Другое дело, что движение, это же не партия. Движение, блоки, это вот как тот самый блок России предвыборной. Они собрались, выиграли выборы и распались. И вроде спроса с них никакого нет. Так же это движение. Поэтому я думаю, что надо будет, конечно, еще очень пристально посмотреть на них. К чему это приведет? Приведет к тому, что намегу дур останется на своих местах. Может быть, это тоже не совсем плохо, как мне кажется, в данный момент. Да, тут можно подумать, так сказать. Или останется номенклатура, или придут какие-то совсем другие, неизвестные и ничего пока не сделавшие люди. Но есть такая в нашем народе тенденция, что вот эти были плохие, давай попробуем новых. Ведь пришли вот тогда, когда с Мешковым пришли целая когорта людей, сегодня уже известных людей в крымской политике. Ведь они были никому неизвестны. Это были совершенно, ну, не мелькавшие на политическом горизонте люди. И может быть, тогда какая-то такая чисто человеческая, ну, была цель, что вот, ну, дадим им попробовать. Хотя нужно было подумать, что мы же мы не кролики, и республика наша не лаборатория какая-то, чтобы там что-то пробовать или нет. Все-таки наверняка уже надо бить. Поэтому не знаю, как из двух зол здесь выбирать. Или оставить тех, кто уже был на этом месте, кто, так сказать, наелся всей этой власти, если говорить так мягко. И не только власти. Или придут, так сказать, голодные люди, которые дорвутся до этого кормила и начнут, так сказать, эту власть потреблять. Как они ее употребят, эту власть? Только ли себе на пользу или нам всем, неизвестно. Это очень такая карточная ситуация. Очень хотелось бы, чтобы нам всем. И очень хочется надеяться, что, скажем так, ни мы с тобой, ни большинство крымчан в очередной раз не ошибемся в выборе. Почему? Потому что, я с тобой согласен, да, есть некие вещи, которые, ну, заранее прогнозируются и заранее просчитываются. Например, мы знаем, что те же коммунисты, пожалуй, ничего нового не предложат ни у нас в Крыму, ни в Киеве, ни в Москве. Так уже было, это прогнозируемо. Очень хотелось бы действительно, чтобы все это произошло без великих потрясений очередных. Потому что на нас у курортный сезон и очень хочется, чтобы мы будем заработать. Ну, уже потрясения, потрясения-то уже произошли. Для курортного сезона, я думаю, очень серьезные потрясения. И вот это кошмарное, злодейское, ну, так сказать, в прямом смысле слово убийство Алексея Сидоровича Головизина, да, которое нашими с тобой, братьями по перу, так сказать, разошлось, стараниями разошлось по всему миру, конечно, оказывает серьезное влияние на курортный сезон. Вот, а если вот ты говорил, загорел о коммунистах, ты знаешь, коммунисты ведь сегодня разные вообще. И даже вот среди украинских коммунистов серьезные есть разногласия. Вот последняя, так сказать, стычка между Леонидом Ивановичем Грачевым и главой украинских коммунистов показывает, что там есть разные подходы. Они тоже думают, они тоже, так сказать, пытаются мимикрировать. Безусловно, часть из них розовеет, причем розовеет на глазах, так скажем, из красных переходя. Да, и я думаю, что ближе туда к выборам они, в общем, ну, найдут какие-то ключики к сердцам тех, кто сегодня сомневается. И думают, что это все те же самые большевики, которые там придут, что-то рыб. Нет, они серьезно, очень хорошо к этому относятся. Меня волнует другое, меня волнует то, что до сих пор в обществе, мне кажется, нет критерий вот такого подхода, что если человек сегодня что-то обещает, просто посмотреть на его, так сказать, прошлую жизнь. Посмотреть не глазами у тех коммунистических кадровиков, конечно. Не посмотреть на его, там, биографию, его листок по учету кадров, а посмотреть, что этот человек уже сделал. Ну, сделал ли он что-нибудь в своей жизни, дело какое-то. Вот на это почему-то не обращают внимания. Может быть, этот человек просто был где-то клерком, перекладывал бумаги и, читая эти бумаги, научился хорошо говорить, а сделать пока ничего не смог. И, обещаю, и дальше не сможет. Я думаю, что вот на это надо смотреть, на то, что все-таки люди уже смогли сделать. Я благодарю тебя за то, что ты пришел ко мне сегодня в студию. Я желаю тебе, себе и всем нашим крымчанам не утратить внимание, иметь это внимание, для того, чтобы можно было посмотреть не по листку учету кадров. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я сегодня представляю вам своего собеседника, который, наверное, впрочем, не нуждается в особых представлениях. Это депутат Верховного Совета Крыма, лидер партии экономического возрождения Владимир Ильич Шевьев. Владимир Ильич, вы человек, с которым мы знакомы уже не первый год, и вы тот человек, которого, ну, скажем так, не первый год, так или иначе, отмечают средства массовой информации мои коллеги. Хорошо ли, хорошо ли, плохо ли, но тем не менее. Не забывают. Не забывают. Я хочу задать вам вопрос не как депутату Верховного Совета, а как лидеру партии. Скажите, пожалуйста, вот почему так выходит в свое время, когда назначали, например, того же Анатолия Романовича Франчука премьер-министром? Ну, много и всякого, и разного говорили о нем, как о красном директоре и прочее. Я знаю, что, в общем, ваша партия достаточно конструктивно, объективно подходила к этой кандидатуре. Потом Анатолий Романович ушел, пришел Демиденко на его место, теперь опять возвращается Франчук. Почему Франчук? Вот вы, как вы это можете объяснить? Знаете, вот вы правильно поставили вопрос, когда сказали о том, что пришел в свое время Анатолий Романович Франчук, и наша партия действительно с ним начала работать конструктивно. Почему? Действительно, тогда нам говорили, что это красный директор, вы понимаете, это своеобразная школа, но и в тот период мы видели, что в том положении, в котором находился Крым, другого человека не могло быть. И я вам скажу, что тогда ведь очень много было сделано. Посмотрите, в 1993 году мы практически готовили после принятия Верховного Совета Крыма решение о режиме открытой экономики в Крыму, то есть о создании нормальных условий для предприятий, для товаропроизводителей, для тех, кто созидает. Значит, для этого было сделано очень многое. В 1994 году мы практически все это стали терять в связи с политическим выбором и так далее. И приход после этого Франчука опять начал стабилизацию обстановки, то есть продолжалась работа по бюджетным взаимоотношениям между Крымом и Украиной, так сказать, возвращалось доверие между Украиной и, я имею в виду, Киевом и Симферополем. Нельзя говорить Украиной и Крымом, потому как все это Украина, но между Киевом и Симферополем. Затем начался опять процесс, когда Анатолий Романовича избрали депутата Верховного Совета Украины, и, так сказать, пришло новое правительство, и опять, вернее, не новое правительство, новое руководство, правительство осталось тоже. Значит, и опять процесс был прерван, по сути дела. И то, что мы сегодня имеем, а мы имеем огромную задолженность по заработной плате, по пенсиям и так далее. То есть социальное напряжение слишком велико, оно, так сказать, создало критическую ситуацию. И в этот момент, я вам скажу, что стоило больших усилий уговорить Анатолия Романовича Франчука вернуться вновь, дать свое согласие на то, чтобы вновь вернуться на пост председателя Верховного Совета. Не так уж и плохо. Ответственности никакой. Спокойно, сиди, принимай законы, так сказать, сиди себе в Киеве, получай заработную плату и все. Вот я хочу, Владимир Ильич, поймать вас на словах. А вот я извиняюсь. Вы сказали уговорить. А кто уговаривал? Уговаривали все. Уговаривали, я вам скажу, что самые разные люди, но я считаю, что уговаривали те, кому действительно не на словах, а на деле дорого, дорога ситуация, так сказать, в Крыму, дорого удержать ее в нормальном отношении. Я имею в виду, чтобы люди жили нормально. Но невозможно было уже смотреть на то, что происходит сегодня. Просто невозможно. Объяснить, когда, вот я слышу, как выступают, так сказать, некоторые чиновники, в том числе из правительства, начинают пытаться объяснить о каких-то успехах, о какой-то стабилизации. Я смотрю и думаю, Господи, ты объясни людям конкретно, как им жить, кушать, платить за квартиру, за газ, за воду, и не получать при этом из месяца в месяц пенсию и зарплату. И все, больше ничего не надо. Ты их научи. Это уж никто не делает. И вот я повторяю, в этот момент прийти на пост председателя Совета Министров за 10 месяцев до выборов, когда мы знаем, что сейчас начнется, сейчас же начнутся, так сказать, предвыборная кампания, значит, обвинения различные и так далее, это огромный шаг. На это может пойти только очень сильный человек. Владимир Ильич, я прерву Ваш страстный и убежденный монолог вот таким вопросом. Скажите, пожалуйста, вот, кстати, по поводу выборов. Я сознательно не буду задавать Вам вопросов относительно тех, ну, скажем так, дискуссионных каких-то материалов, которые мелькают постоянно сейчас в средствах массовой информации Крыма относительно движения «Крым наш дом» и партии экономического возрождения. Сначала, значит, основным оппонентом этого движения вроде бы была Ваша партия, теперь я вот так, судя по газетам, добавился еще и господин Грач, уже и коммунисты. Я сознательно не задаю вопросов, и я не хотел бы, чтобы мы с Вами сейчас касались этой темы. Движение молодое, оно, во что оно сформируется, пока еще не ясно, да, и, скажем так, или ясно мы можем предполагать, но давайте сознательно обойдем этот вопрос. Меня волнует другой вопрос. Вот у Вас, насколько я знаю, в следующую субботу, ровно через неделю, будет очередная конференция партии экономического возрождения. Выборы? Естественно. Вы понимаете, мы слишком много сил, энергии потратили на то, чтобы подготовить нормальную ситуацию к январю 1994 года. Мы очень многое сделали. Были отработаны механизмы того, как привлечь в Крым деньги, как сделать так, ведь лозунг у нас сейчас основной какой? Долой бедность, долой безработицу, так сказать, даешь нормальные условия. Это жизни. Это то, что мы говорили в 93-м году, в декабре месяце на съезде. Я вот взял материалы второго съезда, посмотрел их и думаю, ну вот один в один. Мы все для этого сделали. Но народ тогда пошел за больной для него идеей, так сказать, которую выдвинул блок России и проголосовал. Бог с ним. Так получилось. Сегодня мы вновь говорим, что Крым спокойно, при напряженном всеобщем труде, всеобщем желании, когда не кто-то, не отдельно какая-то, так сказать, кучка людей, а все захотят жить нормально, а значит и трудиться хорошо и много, может жить богато. Каждый человек от пенсионера до ребенка. как это сделать, какие механизмы, вот эти вопросы мы должны обсудить на конференции. Мы должны сделать так, чтобы вот за оставшиеся 10 месяцев мы, члены нашей партии, сумели дойти до каждого человека в Крыму, рассказать, что мы хотим построить, как построить, вместе все. Я скажу сразу, что я убежден, что это не под силу сделать одной партии. Нет. Для этого нужно желание большинства. Поэтому мы должны заручиться поддержкой большинства и других политических партий, и общественных организаций, и просто граждан, для того, чтобы нормализовать положение. И, так сказать, я убежден, это мое твердое убеждение, что мы сможем жить очень хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот прошлые все-таки выборы в местные советы, да, ведь по большому счету, ну, это была оглушительная победа вашей партии. Во многих регионах, большинство, во многих городах, большинство горсоветов получили, скажем так, либо члены ПФК депутаты, либо, ну, люди им сочувствующие, сочувствующие вашей партии. Как вам кажется, все-таки, ну, вот, удалось чему-то добиться или нет? Потому что на местах-то ведь отношение людей уже давным-давно, после тех выборов, прошедших местные органы власти, оно ведь строится уже не по партийному принципу и не по цветовой принадлежности, красной или не красной и прочей, а вот то, о чем мы говорили. Пенсии, зарплаты. Я вам скажу так, что мы убеждали, во всяком случае, тех депутатов, тех наших сторонников, которые пришли в органы местной власти, работать честно, работать на созидание. И если что-то у них получалось, я считаю, что это большое дело. Почему? Вы же понимаете, что кадры в основном, особенно кадры чиновников, а так или, так сказать, и не так, мы можем рассуждать, но и пенсии, и заработная плата, и так далее, это зависит от чиновников, поскольку они сегодня стоят в руле, они исполнительная власть, и они, так сказать, создают эти условия. Так вот, всех их воспитывала в свое время коммунистическая партия. Они прошли свою школу. Новое поколение еще росло, училось, кончает институты или кончило их вот только что. Это люди, которые уже и мыслят по-иному, и работать готовы по-другому совершенно. Они уже понимают другие совершенно отношения. Нужно было время для того, чтобы подготовить эту смену. Я считаю, что сейчас такая смена уже есть. И если сейчас мы, я еще раз повторяю, мы, это не мы, партия, а мы, это те, кто поддержит наши идеи. Это могут быть и члены других партий, общественных объединений, я повторяю. Так вот, если бы мы вместе сейчас победили, я вас уверяю, что мы бы не рассказывали сказки, мы бы показывали дела, конкретные дела. И сейчас при выборе мы говорим постоянно, что спросите любого кандидата, что он уже сделал конкретно, чем он помог. Он был депутатом, очень хорошо. Что он решил, что он помог. Если он делом занимался, дай бог ему здоровья, его нужно поддержать и, так сказать, его избирать. Если он критиковал, если он выступал красиво, но при этом ничего не сделал для своих избирателей, для своего народа, для, да я вам скажу, ну, самого узкого, будем говорить, окружающих его людей, коллектива своего и так далее, то он ничего и не сделает. Он просто ничего не добьется. Владимир Владимирович, я перебью опять ваш убежденный монолог, который, ну, мне лично напоминает. Я понимаю ваши проблемы нынешние и ваши, и коммунистов, и любой партии на нас выборы. Тем не менее, я вот вспоминаю буквально где-то год назад, наверное, вы были в эфире у моей коллеги, у Татьяны Коробовой, в передаче, и один человек мне сказал, ты знаешь, я, говорит, вот посмотрел вот эту передачу и понял, шевьёв политик. Я говорю, почему? Он говорил целый час и ничего не сказал конкретно. Владимир Владимирович, ответьте мне, пожалуйста. Вы знаете, я вам, подожди, подожди, секундочку. Вы же интересный вопрос, вот сейчас, вернее, такое замечание сделали. Так я вам скажу, что для того, чтобы говорить конкретно, конкретно, я к этому разговору готов, я вас уверяю, за 10 минут разговора конкретного просто не получится. Если говорить о конкретных идеях, я их могу рассказать. Если о механизмах, я тоже могу рассказать. Но когда мы говорим в течение 10 минут, и вы хотите получить конкретику, это невозможно. И невозможно в другом случае. Я не люблю конкретно говорить о грязи, когда мне задают какие-то вопросы, которые касаются, так сказать, ну, каких-то неприятных вещей для кого-то, и которые не будут иметь никакого последствия потом, в целом, для людей, для республики нашей. Я на них, так сказать, и отвечаю. Вот так, плавненько. Владимир Владимирович, и все-таки, давайте, давайте, вот, попробуйте, как можно более конкретно ответить мне на такой простой, и, я думаю, последний вопрос, наш сегодняшний. По вашим ощущениям, как сложится выбор? Я вам скажу, это будет зависеть от того, какая будет проведена работа. Сумеем мы все вместе убедить людей в том... Единственное, я уверен, что больше верить в какие-то обещания, такие несбыточные, или, так сказать, если мне говорят, возврат в прошлое, вот, когда-то было хорошо. Да, было хорошо, было лучше, во всяком случае, чем сейчас. Но, когда мне не говорят механизмы этого «хорошо», то я думаю, что и люди тоже таких не поддержат, кандидатов, которые будут говорить взаголи, в общем, мы призываем, мы хотим, мы вам снизим, за счет чего не рассказывай и как. Я думаю, что по сравнению с 94-м году, наш годом, народ уже более, ну, если так можно выразиться, повзрослел, и выбор будет более осознанным, и люди будут идти за профессионалами, за теми, кто уже сегодня конкретно делает дело, а не за теми, кто красиво говорит. Вот в этом я уверен, это моя убежденность. Ну и еще одно, вы знаете, вот вы перед этим сказали дважды, что вот я прерву ваш убежденный монолог. Так вот я вам хочу сказать, я не потому, что занимаюсь политикой, не потому, что получаю от этого какое-то материальное или моральное удовольствие, абсолютно нет, кроме неприятностей, пока для меня и моей семьи я ничего не получил. Но верю в то, что делаю и к чему зову. Да. И вот эта убежденность не от того, что мне хочется поговорить, или от выбора, и поэтому я, так сказать, стараюсь так вот убежденно, до выборов еще слишком долго, и мы еще, так сказать, сможем говорить с избирателями. А хочу сказать, что я настолько верю, что Крым будет жить по-другому, что здесь бедных быть не может, поскольку мы по золоту ходим. В полном смысле этого слова. И что сегодня мы так бедны только потому, что безалаберность, безхозяйственность царит вокруг. Только поэтому, что, так сказать, наверное, мои действительно монологи получаются такими убежденными. Это идет изнутри, поверьте мне, а это не, так сказать, не потому, что я вот тут вот красуюсь перед камерой. Я верю, Владимир Ильич, тем более, что я знаю, что ваш брат давно, уже давно живет за границей, в Швейцарии, насколько я знаю, да? Брат? Да. Мой брат живет в Краснодаре, в России. Ну, вот видите, а слухи-то такие ходят. И я думаю, что Шевьев, имеющий там неприятности для своей семьи, и как бы там Шевьева не крестили, он давно мог бы, будучи, в общем, ну, не самым бедным сегодня человеком, действительно мог бы уехать на Запад и жить спокойно. Я это говорю к тому, что вокруг вашей партии, вокруг вашего имени, вот лично, ходит очень много слухов всяких, домыслов. Это хорошо. Вот я бы очень переживал, если бы не ходили. Нет, даже не в этом дело. Я просто бы переживал, если бы не ходили никакие слухи, сплетни и так далее. Тогда было бы скучно, и тогда я бы понимал, что я никому не мешаю. Я абсолютно, так сказать, никак, никоим образом, так сказать, не влияю ни на что, а просто, так сказать, вот живу, кричу, значит, таких очень много. А раз говорят, значит, действительно видят во мне что-то, значит, если говорят плохо, значит, боятся. Боятся того, что действительно, а ведь боятся почему, я повторяю. Потому что, если бы изменить ситуацию, если бы изменить условия работы сегодня, ну, от тех же министров, ну, вот я образно вам скажу, пришел министр, сел в кресло, я великий. А если бы он пришел и ему бы сказали, стоп, ты пришел, получи, дружочек, по балансу, свое министерство, вот тебе столько у тебя рабочих мест, вот тебе зарплата такая у тебя, или вот задолженности такие у тебя, вот у тебя, так сказать, бюджет твой, отработай год и отчитайся, сохранил ли ты рабочие места, зарплату выплатил всем. Вот если бы так было, то был бы порядок во всем. Я имею в виду сверху донизу, на любой должности. В Германии, если без конкурса, тендера, так, я по-русски говорю конкурс, значит, купишь телефон, тебя уволят с работы, любого чиновника. У нас можно на миллионы покупать того или иного сырья, топлива, медикаментов и так далее. Разница укладывает себе в карман. И тишина, и никто ни за что не отвечает. Я повторяю, мы богатые люди, все, без исключения крымчане. Но мы вынуждены жить в такой нищете бедности из-за того, что у нас нет хозяев на каждом месте. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня ко мне. Я хочу пожелать и вам, и себе, и всем крымчанам не только ходить по золоту, но ходить по этому золоту и золотом по кармане. Вот это самое главное. Удачи вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, так сложилось, что передача «Комсомолки» оказалась той передачей, и так складывается, в которой достаточно часто мелькают мои друзья. И, в общем, люди, на мой взгляд, не безинтересные. Сегодня я вам представляю своего собеседника и своего давнего друга. Это Михаил Маркович Эйдельберг, директор Крымского института экологии и проектирования. Ну, Миш, не первый год мы с тобой дружим, и так сложилось, что уже не первый год вокруг вашего института плетутся, скажем так, некие козни. Причем природа этих козней достаточно забавна для меня, и, в общем, обрастает все это массой слухов. Например, вот недавняя, наделавшая достаточно много шума в Крыму, да, и растиражированная моими друзьями и коллегами-журналистами, голодовка господина Могилевского, директора Крымского института Крымни и проекта. Насколько я знаю, там в природе этой голодовки было, ну, скажем так, много обвинений и в адрес твоего института, дескать, что ты узурпировал проектные работы, изыскательские работы по Ялте. Но я помню другие цифры. Я, например, знаю, что в Крымни и проекте работало порядка 90 человек людей. У тебя, насколько я знаю, на сегодняшний день работает 30 человек. Потом Крымни и проект не занимаются такими вещами, как чистой, скажем, экологией. Это чисто проектные работы, насколько мне известно. Или что-то это не так? Ну, все так. Сейчас проектировщикам всем приходится достаточно сложно. Очень мало строится, поэтому мало проектируется. И приходится искать пути выживания. Не только заниматься чистым проектированием, но и землеустроительными какими-то работами, прикладной экологией, которая все больше интересует, в том числе и структуру управления, тем же экологическим аудитом. Вопросами, связанными с денежной оценкой земель. Для того, чтобы выживать, нам приходится около пяти направлений поддерживать. Мы так и выживаем. А сколько, извините, перебью, сколько пытаются выживать проектных организаций, скажем так, на территории Большой Ялты? В Ялте сейчас почти под 50 проектных организаций разных. Есть крупные, которые сохранившиеся государственные, есть частные мелкие структуры. По последней справке, на сегодняшний день 47 проектных организаций действуют в Ялте. И каждый из них что-то делает, какие-то небольшие заказы у каждой есть. А крупные институты, они не могут выжать из-за того, что и людей у них очень много, то есть больших проектных заказов и госбюджета уже совершенно нет. И психология, в общем-то, осталась та же. Все работают по старой социалистической системе, от сих до сих. Вот пришел 8 на работу, в 5 ушел. А у нас, если есть заказ, то мы отбываем его, пока не выполним. Вот скажи, пожалуйста, забавно, наверное, будет и многим телезрителям узнать, тем более, что все они крымчане. Основные заказы это что? Это вот эти маленькие дворцы, которые строят там, скажем так, новые крымчане, новые русские, в том числе новые украинцы. Или есть все-таки, ну, некие более социальные какие-то заказы? Что это? Скорее, социальные. Практически объемное проектирование сейчас почти на нуле. То есть домов сейчас, решение исполкома, которое проходит на строительство, это все проекты, которые 5-6 лет назад были сделаны. В единичных случаях разрешают новое проектирование и строительство. А в основном сейчас структуры управления интересуют совершенно другие вопросы. Зонирование территорий, от которого зависит плата за землю. Новая концепция развития территории. То есть мы ушли уже от того, что было раньше, но нового еще никто не сформировал, новых концепций. Вот, кстати, насчет новых концепций. Я знаю, что ты в свое время вместе с заместителем председателя, нынешним заместителем председателя Ялтинского исполкома, Иваном Шевчуком, вы были первыми в Крыму, кто настаивал, требовал, Давайте сделаем кадастр земельный, давайте в конце концов определим, что это такое. Мы знаем, что в Ялте создано уже управление государственного кадастром, которое работает. Возможно это, и насколько это принимают, скажем так, верхние власти. Крыма ли, Украины ли, потому что оценка земли, тут уже, если сделана эта оценка, сделана научно обоснованно, тут нельзя продать золотой участок на южном берегу Крыма, условно говоря, за три копейки. Так, я правильно понимаю? В общем-то это так. Без информации невозможно оценить, насколько правильно принято решение, либо уличить кого-то в неправильном, или умышленно неправильном принятии решения. То, что касается кадастров, то Крым сейчас, наверное, на переднем плане и науки, и научно-методическом плане. На первом, то есть он стоит как разработчик, и на территории Крыма разрабатываются пилот-проекты по созданию единых кадастров, которые увязывают и градостроительный, и земельный, и всю информацию, связанную со статистикой, с экономикой, в единую систему. По существу здесь формируется автоматизированная система управления территорией на основе баз данных, которые кадастр именно и должен собирать себе. Кадастр как структура, как структура при правительстве Крыма. В Ялте действительно создано Ялтинское управление кадастром, с которым мы сейчас совместно работаем непосредственно по пилот-проекту Ялти. Я думаю, что Ялта один из первых городов, в котором появилась оцифрованная карта. То есть карты уже находятся в электронном варианте, в компьютере. Это значительно облегчает работу в любом направлении, в том числе проектирование. И вот то, что касается проектирования, наверное, поэтому это не только ускоряет, но и дает возможность совершенно по-новому проанализировать ситуацию и предложить совершенно новые концепции и пути развития территории. Это является настолько прогрессивным, что все проектные институты, которые действуют по старым механизмам, по старым методам, они уже становятся неконкурентоспособными. Вот, кстати, насчет конкурентоспособности, коль уж мы об этом заговорили. Я знаю, что Ваш институт выиграл тендер, в котором принимало участие масса институтов, в том числе и киевских, да, проектных и проектных организаций. Вы выиграли тендер, то есть, ну, конкурс тогда, русским языком говоря, вы выиграли конкурс по созданию пилота по развитию Феодосии. Ну, это был конкурс, объявленный Госкомитетом по архитектуре и градостроительству Крыма, конкурс на право получения заказа на создание концепции территориального градостроительного развития. Конкурс был объявлен совместно с администрацией Феодосии, и жюри конкурса в основном состояло из представителей феодосийских властей. В конкурсе участвовало 4 института, был еще приглашен Союз архитекторов Крыма, но он по ряду причин больше материального характера не сумел принять участие, поскольку конкурс – дело затратное. То есть для того, чтобы получить завтра заказ, сегодня нужно вложить... В нем нужно вложить деньги, да, интеллектуальные способности и прочее, которые... Да, время, то есть нужно снять людей с других видов работ, бросить все и заниматься только этим. Вот мы приблизительно полтора месяца работали по Феодосии, еще раз ее объездили все, были в самых дальних уголках, которые раньше были закрыты от глаз. Не только туристов, вообще Восточный Крым, в связи с тем, что там был максимально развит комплекс ВПК, он был закрыт для туристов, но и большинство жителей тоже очень плохо знают эти районы, которые являются перспективными на сегодняшний день для развития города. А мы назвали свою концепцию реабилитация Феодосии. Концепция реабилитации. Четыре института, участвовавших, объединились в три команды. Мы работали совместно с Киевским институтом Гепроград. Были представлены проекты также Крымний проект Симферополь и Киевний городостроительство, это тоже Киев. Вот эти три проекта. Наиболее серьезные, чем они отличались, это проектные институты обычно дают картину. Генеральный план. Его один раз делают, в течение 10 лет он формируется, а потом его невозможно применить. А потом его никто не соблюдает, да. Это, в общем, известно по развитию наших городов. Миш, ты сказал такое хорошее слово реабилитация. Вот я бы хотел, наверное, на этой ноте, на ноте реабилитации, закончить наш с тобой сегодня разговор, потому что дай Бог всем нам, городам Крыма, поселкам, крымчанам, людям, человекам, дай Бог нам всем реабилитироваться, дай Бог нам всем вернуться, скажем так, к нормальным человеческим взаимоотношениям, к нормальным человеческим условиям жизни. И дай Бог, чтобы и впредь получалось так, чтобы мы не считали за морем полушку, а чтобы мы могли это сделать своими институтами, своими головами, своими людьми, своим интеллектом. Дай Бог твоему институту выиграть и следующие тендеры такого рода, и на таком уровне. Дай Бог всем нам нормальной, удачной, достаточной, спокойной жизни. Спасибо тебе, что ты пришел ко мне сегодня. Спасибо, я уверен, что наши интеллектуальные возможности Крыма, они практически безграничны, и мы сумеем сделать то, что мы хотим сделать. Дай нам Бог. Спасибо. 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 Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вот знаете, как на просторах СНГ есть одна из самых любимых читателями газет «Комсомольская правда», вот так в телепросторе, в телеэфире Крыма есть одна из самых любимых телезрителями передач на канале ГТРК «Крым», это телеканал «Джокер». Я представляю вам сегодня своего собеседника, это человека, который в ряду нескольких человек стоял у истоков создания этого телеканала. Ныне это заместитель генерального директора ГТРК «Крым» Дмитрий Урденко. Дима, скажи, пожалуйста, вот много было разговоров о том, что «Джокер» сокращал свое вещание, и как бы он сжался одно время было до того, что почти его и не стало в сетке вещания крымского телевидения. А потом вот вдруг он опять появился. С чем это было связано? Это было связано то ли со сменой руководства на то время на гостелерадиокомпании «Крым», то ли это были идеологические соображения. Что это было? Ну, тут очень просто. Многие связывали это с разногласиями с руководством, с политикой телекомпании. Это было не так. Это связано с самой большой проблемой, которая возникла с Нового года у ГТРК «Крым». Это нехватка эфира. То есть нехватка эфирного времени из-за этого многие программы, в том числе и канал «Джокер» были сокращены. То есть это было вот в тот самый момент, когда вещание ГТРК «Крым» сократилось чуть ли не до 3,5 часов, да? Да, именно в тот момент. Ну вот сейчас, насколько я знаю, и знают многие крымчане, но многие, к сожалению, этого еще не знают. И об этом мы говорили с вашим генеральным директором как-то в эфире, начиная передачу по скрипту с Валерием Николаевичем Астаховым, о том, что ГТРК «Крым» получила свой отдельный канал вещания, и с которым пока есть и возникают технические проблемы и вопросы, которые я знаю, что пытаешься и ты решать, будучи замом генерального и курируя вот именно сферу экономики, скажем так, финансовую сторону гостелерадиокомпании «Крым». Меня мой, например, ребенок уже, честно говоря, ну, как говорят в народе, достал, когда говорит «Папа, ты, дескать, многих на телевидении сдаешь, так ты мне доложи, пожалуйста, точно, когда вот тот же «Джокер» смогут принимать ялтинские, например, телевизоры, и когда можно будет смотреть эту передачу? С чем это связано? Как здесь продвигается подключение новых передач? Ответ на этот вопрос очень прост. Как будут включаться передатчики по мере включения передатчиков в Крыму, так будут и смотреть и «Джокер», и другие интересные передачи, сериалы, различные передачи интересные, развлекательные. Сейчас, насколько я знаю, включено всего несколько передатчиков. Это в основном Советский район, это Белогорский район, это Севастополь-Дециметры, Алушта-Парково. Там люди уже все это смотрят и наслаждаются этим. Как будет включаться в других регионах, так будет и там смотреть. И «Джокер», и фильмы, и развлекаловки, и интересные политические. Ну вот, например, даже эту передачу точно так же будут смотреть. Ну вот тут же Валерий Николаевич Астахов в свое время, помнится, мне называл такую контрольную цифру, что он говорил, что ориентировочно к концу лета вы планировали 95% территории Крыма накрыть уверенным сигналом. Ну, скажем так, вот когда партии и правительство ставили какие-то контрольные сроки, были какие-то пятилетки, семилетки. Вы не выбиваетесь из планов, из графика? Дело в том, что уже четыре срока просрочены реально. Начиная с 14 апреля был первый срок, в мае, в июне, 15 июня был последний, четвертый просрочен срок. Но дело в том, что ситуация сложилась таким образом, что это уже не в наших руках. Эту ситуацию могут решить только в Киеве. Почему? Потому что я объясню. Ужасная ситуация, сложившаяся в государственном телевидении Украины, поставила гостелерадио в такие рамки, что два из трех каналов, то есть бывшие Останкино и УТ-2, лицензии выданы коммерческим структурам. Это 1 плюс 1 студия на УТ-2 и Интер. Естественно, мы остались без эфира. Вторая проблема, это что в этот момент на ГТРК была смена руководства. И человек, пришедший работать, он больше занимался не вопросами выбивания эфира, а как усидеть в этом кресле. Естественно, если бы вовремя была ситуация не упущена, например, все знают, что канал Интер во Львове до сих пор не работает. Там выходит местная студия, как и мы. Но, к сожалению, время упущено. И третья проблема, третья проблема в том, что выход единственный, создать свою четвертую государственную сеть, чтобы ее создать каким-то образом. Тут многое зависит, конечно, от акта ПЦ, возглавляемого Дмитриевым. Господин Дмитриев. Вот именно эти четыре срока назначались им, но по каким-то причинам они не выполнялись. Естественно, ГТРК никак не может повлиять на эту ситуацию, потому что ей не выдана до сих пор лицензия, поэтому законными способами повлиять тут невозможно. Поэтому главный сейчас вопрос, это выбить в нацсовете лицензию, а тогда уже поставить перед акта ПЦ конкретные сроки, когда они включат всю эту сеть. Вопрос с лицензиями, я знаю, для телекомпаний достаточно больной вопрос. Вот, например, в последнем номере «Еженедельник и бизнес», если ты читал, было интервью с министром информации Зиновием Куликом, и он там называл совершенно на меня подействовавшую цифру, что на сегодняшний день в Украине работает порядка 600-500 с чем-то, кажется, телекомпаний, и всего чуть ли не 20 из которых имеют лицензии. С чем это связано? Почему их выдают или не выдают? Это связано ли с тем, что лицензия стоит больших денег, или с тем, что надвигаются, скажем так, выборы и того же президента, и с тем, что Министерство информации, например, пытается навести некий порядок в информационном пространстве? Вот на твой взгляд, с чем это связано? Ну, на мой взгляд, мне кажется, что ситуация такая сложилась по нескольким причинам. Конечно, отсутствие денег – это раз, поэтому коммерческие студии значительно в лучших условиях, чем государственное телевидение, и плюс еще несовершенство законодательства, потому что ныне существующий закон о телевидении имеет все-таки огрехи. И я думаю, в каком-то времени, через какое-то время, он будет пересмотрен Заховным советом. Ну, просто достаточно парадоксальная ситуация. Вот существовала государственная телерадиокомпания, и продолжает существовать гостелерадиокомпания «Крым», и вещает она уже не один десяток лет, и это государственная структура, и как у нее нет лицензий? Вот это, конечно, нонсенс, о чем я пытался рассказать. Но дело в том, что мы сейчас пытаемся исправить. Именно мы можем пойти только официальным путем. Мы не можем, как ты правильно сказал, как некоторые коммерческие структуры, поставить свой передатчик без разрешения, без ничего, и вещать. У нас единственный способ – это государственный законный путь. Поэтому мы будем именно так. Скажи, пожалуйста, ну, а все-таки давай вернемся к разговору о Джокере. Тем более, что, как я уже сказал, ты, насколько я знаю, стоял у истоков, в числе нескольких людей, у истоков этого телеканала, и телезрители крымские видели, как телеканал «Джокер» рос потихонечку во времени. Сначала было немножко у него эфирного вещания, потом оно стало расширяться, потом стали появляться свои авторские передачи. Насколько я понимаю, вы одни из немногих, кто пошли абсолютно законным путем, когда вы стали закупать очень интересные, очень рейтинговые передачи на российском телевидении, ну, вот, например, там, передачу «Репортер». Все это, безусловно, стоило денег. За счет этих рейтинговых и смотрибельных, так скажем, передач росло время вашего вещания. Что сейчас, что в перспективе? И вот для тех людей, скажем так, кто пока «Джокер» не смотрит, что они увидят по сравнению с тем «Джокером», который они видели? Я хочу сразу сказать, что будет очень большое перестановки. То есть прежнего «Джокера» не увидит, потому что будет более интересная передача под названием «Новости кино». Мы даже не с Россией, а напрямую с мировых агентств начинаем получать, и уже сейчас получаем новости. Только они состоятся где-то в мире, мы их будем получать, будем это оформлять, и будет, вот это будет аналог «Джокера». Плюс будет новостейная передача, заказаны уже декорации, все есть, только нужен эфир. Сразу будет такая передача. Безусловно, закуплены и лежат в столе очень много интересных передач с других каналов, как развлекательных, сериалов, фильмов, юмористических передач. Все это уже есть. Один вопрос – эфир. Как будет эфир? Естественно, будет открытие какое-то, возможно, будет какая-то презентация. Все это зрители сразу заувидят в эфире. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Я желаю и тебе, и всему телевидению. Я желаю эфира, желаю лицензии и желаю нашим телезрителям того, чтобы они действительно оставались верными и преданными зрителями Крымского государственного телерадиокомитета и, скажем, ГЦРК компании и оставались преданными зрителями. А мне остается только сказать до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, жители Крыма. В эфире очередная программа Постскриптум. Мой собеседник, директор 20-я культуры профсоюзов Михаил Михайлович Голубев. Ну, я долго, в принципе, мы выбирали на какую тему поговорить сегодня, но закончился все-таки творческий сезон. Но я бы хотел вот такую закономерность вывести, вот какая-то логическая связь в работе вашего заведения, Михаил Михайлович. Дело в том, что я замечаю, что о вас вспоминают только в тех событиях, когда вы должны помочь в связи с юбилеями города, нашей республики. Вам это не кажется странным, Михаил Михайлович? Борис Петрович, я не знаю, может ли это показаться странным или нет. Скорее всего, я соглашусь с тем, что в этом есть своя логическая закономерность. Как правило, все мы нужны только к определенному моменту. Ну и ничего странного, наверное, в этом нет, потому что потом наваливаются какие-то очередные дела, которые необходимо решать с другими людьми, с другими работниками. Хотя, не скрою, это действительно иногда бывает обидным, когда в преддверии больших праздников максимум внимания и зачастую по окончанию этих праздников, ну я бы не сказал полнейшее безразличие, но тем не менее легкое забвение наступает. Ну и все же закончен бал. Что в доме осталось? Что я вам скажу? Вообще, этот творческий сезон, коль скоро разговор у нас идет о нем, действительно для нас был особым. И вступали мы в него с некоторой настороженностью, потому что магия чисел, что там ни говорите, она все равно где-то невольно действует на людей. А ведь этот творческий сезон был тринадцатым для работников Дворца культуры профсоюзов. Счастливым? Я могу сказать, что скорее счастливым, чем неудачным. Дело в том, что к окончанию сезона мы пришли с тем, с чем, чем не каждый может похвастаться. Коллективы не только там не развалились, не распались, но и укрепились у нас в действии все наши творческие коллективы. Проведено большое количество праздников, фестивалей, конкурсов. Проводится большая творческая работа. И вот даже последние месяцы они показали тот высокий творческий настрой, с которым работает коллектив. Проанализируйте, пожалуйста. Здесь и бал Золушек, здесь и прекрасный конкурс мини-мисс, здесь и большая, огромная работа, которую мы провели к дню нашего любимого города Симферополя. Большая половина мероприятий, которая была проведена в городе в этот день, она проведена силами только работников Дворца культуры профсоюзов или с большим привлечением этих творческих работников нашего творческого потенциала. Прошел день города, а работа все равно продолжалась. Здесь и творческие отчеты коллективов. Я вот могу сказать, что отчетный концерт коллективов Дворца культуры профсоюзов длился около двух с половиной часов. И это при том, что мы ограничивали участие коллективов одним-двум номером. И тем не менее, как мы потом говорили, что если бы дать возможность коллективам полностью самовыразиться на нашей сцене, то этот концерт, наверное, шел бы где-то в световой день без перерыва. Ну, что поделаешь, коллективы рвутся в бой, и это прекрасно. Прошел творческий отчет коллективов. Наступил юбилейный концерт хоровой капеллы «Октава», которой в этом году исполнилось 35 лет. Завершилась эта работа. Подготовили большой праздник, посвященный Дню молодежи. И вроде бы вот все закончилось. Коллективы ушли в отпуск, а мероприятия так или иначе продолжаются, продолжаются. И продолжаются. В субботу, в воскресенье большой наплыв гостей ожидаем. И в связи с концертом московской группы «Воскресенье», и в связи с завтрашним, я имею в виду 6-го числа, концертом, и Симферопольского рок-клуба «Рокада». Дело в том, что большой праздник, который был посвящен Дню молодежи, мы провели, но немножечко не закончили, из-за того, что погода не позволила. Ливень. Михаил Шеевич, я смотрю, с вами хорошо живется вашему высокому начальству культуры. Ведь неприхотливое заведение, масса конкурсов, масса коллективов, которые тянутся к вам, которые выращены. А вот ваша беда, наверное, в том, что вы, наверное, не имеете своего лобби в высоких кругах культуры. Ведь вы могли бы стать, скажем так, центром подготовки творческих кадров. Не знаю, статус какой-то надо менять. Как вы к этому относитесь? Ну, к тому, как менять статус, я не знаю, как к этому относиться. Дело в том, что профсоюзных учреждений культуры практически у нас в Крыму-то, ведь, наверное, и не осталось. Те, которые еще работают, работают где-то в... А Министерство культуры? Ничего не могу сказать. С работниками Министерства у меня частые встречи. К сожалению, с министром культуры вот в течение нескольких месяцев не удается встретиться, сесть, поговорить. Хотя при встречах мы с ним вежливо раскланиваемся и договариваемся, что вот обязательно встретимся. Но потом, к сожалению, получается так, что... Я повторяюсь, может быть... С вами надо встретиться, когда у вас будет какое-то АЧП. Подвольство культуры. Не дай бог. Не дай бог. Вот тогда, наверное, Министерство обратит внимание. А так вы нормально существуете. Видите, я не могу же предъявить к ним никаких серьезных претензий. К сожалению, разделение культуры на профсоюзную и государственную подспудно. Оно еще где-то существует в умах определенных работников культуры. Хотя я лично не понимаю, что такое профсоюзная культура, что такое государственная культура. Но раньше было понятно. Значит, одной части учреждения культуры деньги выделял профсоюз, другой части госбюджет через Министерство культуры. Это вы проходили. Была у нас социалистическая культура, правда? Да. Сейчас, по-моему, очень ограничены средства и в госбюджете, и, честно говоря, отсутствуют деньги на культуру в профсоюзах. Потому что положение изменилось, предприятия стоят, поступлений нет, профсоюзных нет, платить не из чего. Вот и приходится. Да ну, жаловаться-то тут не стоит и не надо, и ни к чему. Кому легче будет от жалоб. Другое дело, что вот в этих условиях находить возможности для координации действий и для слияния, что ли, тех финансов, которые удается получать где-то по тем или иным каналам, где сами зарабатываем, где госбюджет помогает. Это просто необходимо. Я надеюсь, что придет время, когда это поймут все, и мы об этом будем не только говорить, но и действовать в этом плане. Михаил Владимирович, знаю, что время нашей программы уже заканчивается. Что бы вы пожелали вашим большим начальникам и себе на канон нового творческого сезона? Пожелать, наверное, нужно только одного. Любви к тому народу, для которого мы работаем, которому мы служим. А если вот будет такая общая, всеобъемлющая любовь, а не декларируемая на словах, вот тогда и найдутся возможности для контактов и для совместной работы. Большое спасибо. Итак, повторяю, гостем сегодняшней программы был директор Дворца культуры профсоюзов Михаил Голубев. Всего доброго. Продолжение следует... Добрый вечер. Журналист, преподаватель училища культуры. Если честно, мне кажется, еще годика-два назад, это без ложной скромности, вот такая встреча для меня была, ну, просто неожиданность. Это правда. Почему? Потому что я следил за публикациями этого человека, что в них поражало. Ну, во-первых, это аналитический подход к театральной, к жизни, к жизни кино, и вот какая-то ирония. Ну, во-первых, Сергей, большое спасибо, что вы пришли на передачу. И первый вопрос, если можно, чтобы не было это так тривиально, что, дескать, вот эта ирония у него из-за того, что на самом деле это мягкая душа, и вот он прикрывается этой иронией. Так все-таки ирония-то вы в нападении играете или в защите? Я не знаю. Наверное, если уже сравнивать с футболом, то, может быть, где-то в полузащите, возьмем так, ведь самая, говорят, вот самая трудная роль на поле – это полузащитник. Специально нападать, культивировать эту иронию специально и быть как... Ирония ради иронией? Нет, нет. Я думаю, такого нет. Наверное, просто природно. Природно вот такой взгляд он дан как-то отцом, матерью, не знаю, жизнью. Скорее всего, так. Сейчас, мне кажется, очень сложно, с моей точки зрения, работать критику театральному, кинокритику, связи с тем, что, в принципе, все разрешено. То есть, как таковых-то рамок для литературных критиков не существует. И, мне кажется, наверное, от этого и тяжело работать вам, потому что никто не обращает на критику внимания или ошибается. Проблема еще и в том, что фигура критика тогда нужна, когда люди просто-таки ходят в театр и в кино. А сегодня у нас такое положение, что, допустим, проблема зрителя, она ведь очень остро стоит. А если человек не посещает просто театры и не смотрит спектакли, зачем ему тогда критик? Зачем бы? А театрам? Театрам, естественно, критик не нужен, тем более критик, который, в общем-то, позволяет себе не всегда приятные, так сказать, отзывы, а где-то и критические какие-то материалы. Трудно, трудно сейчас быть критиком. Хотя, наверное, если брать, вот как это исторически уже сложилось, какое-то отражающее зеркало должно быть. Театр должен понимать, ведь, ну, какую продукцию он выпускает. Ведь очень часто художники сами себя оценить ведь не могут. Есть спрос, есть предложение. Да, есть спрос и есть предложение. К сожалению, в Крыму вот на сегодняшний день, если брать такую ситуацию в театральной критике, то можно сказать, что очень мало театральных критиков. Еще лет 10 их было, да, их можно было пересчитать тоже по пальцам, вот, их было немного, но сегодня их вообще мало. Хотя людей... Может, вам от этого и лучше... Может быть, и лучше, поэтому и живется, да. То есть без конкурентов это плохо? Желательно бы их иметь, конечно, вот. Но если так уже исторически сложилось, я не знаю, пишущих о театре, о кино людей достаточно много, но ведь сложился просто определенный стиль писать об искусстве, допустим, вообще, вообще, не разбирая произведение искусства как именно произведение искусства, допустим, плюсы, минусы, роль его, допустим, вот, в жизни художника и так далее. Просто пишут многие о кино, о театре, как о факте. Сережа, может, это происходит от того, что в нашей жизни все-таки сейчас стала превалировать вот эта вот театральная тусовка? В плохом смысле слова. Честно говоря, я не люблю тусовок очень, вот, не знаю почему, хотя прекрасно отношусь к компании, вот, просто к компании, и обожаю как-то так свободно общаться с людьми нормальными, интересными, нестандартными, но когда тусовка становится стилем жизни, мне кажется, это просто тяжело. Это просто тяжело, что-то уходит, что-то уходит. Критик вообще должен быть в театре как бы человеком со стороны, а тусовка так или иначе заставляет критика вливаться в эту атмосферу и быть как бы либо на службе у театра просто. Шоумен. Шоумен, шоумен, вот, скажет то, что надо, и когда надо, и как надо. И к тому же, мне кажется, у тусовки есть какие-то вот такие отрицательные вот явления в одной из последних тем, которая, к сожалению, не прошла у нас, она шла по ОРТ, там был Абдулов и Соловьев. И Соловьев. Которые вот вызвали себе вот выпады в сторону Ефремова. Обидели, можно сказать просто обидели человека, ведь и незаслуженно обидели. Хотя вопрос действительно очень спорный по поводу московского кинофестиваля. Ведь не секрет, что прошлый московский фестиваль просто провалился, ведь он ведь просто провалился, хотя громадные средства были потрачены. Но и сейчас та же самая картина, все это, так сказать, делается на какой-то волне. А фильмы? А фильмы не снимаются, фильмы невозможно запустить в производство, потому что нет денег, а деньги идут на вот эти вот тусовки, результат от которых ведь, по сути. Вам не кажется, я почему-то взял тему тусовки, что вот грядущий фестиваль в Ялте, он может тоже превратиться в такое явление? Вы знаете, вот на днях прошла пресс-конференция как раз у министра культуры в республике Крым у Литвиненко. И я когда получил вот этот вот, так сказать, пакет со списком гостей, которые, возможно, приедут на наш фестиваль, я, честно говоря, просто, ну, приятно обалдел, потому что там такие имена, как Бертолуччи, как Арберто Де Ниро, как написано там Делон А, вот, Лалабриджида Де и так далее. То есть мыслица эта, мыслица эта как большой... Эпохальный. Эпохальный просто, ну, если не на уровне Каннского фестиваля, то где-то как вот ступенька близко к Каннскому фестивалю. Как оно будет? Так порадовать. Кто ее знает? Я радуюсь, я очень радуюсь. В прошлом году, к сожалению, когда была пробная киноривьера, так называемая, это еще не был фестиваль, а была, так сказать, проба. Тоже обещали много красивых имен таких. Ну, а закончилось тем, что, в общем-то, приехали, и слава богу еще, что приехали ветераны кинематографов, там, Лужский, Лужина, Смирнова и так далее. Но и звезд первой величины, ведь мало кто в прошлом году почтил Крым своим присутствием. Дай бог, чтобы в этом году было в этом плане удачнее. Но планы большие. И фильмы просто грандиозные, которые должны приехать в Ялту. Это и новые работы Киры Муратовой, и новые работы Владимира Наумова совместно с Тонино Гуэра, с автором Феллини, вот. И Сокурова новые работы. То есть, если удастся хотя бы наполовину вот эти планы выполнить, которые задуманы организаторами фестиваля, было бы здорово просто. А если нет, то закончится все вот этой самой грандиозной тусовкой у самого синего в мире, черного моря. Сережа, но если отойти от кино и все-таки снова возвратиться на театральные подмостки, вот если, так сказать, барометр театральной жизни, где он находится в Крыму сейчас? Хотим мы этого или нет, но он находится в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького. У меня, в общем-то, на протяжении всей моей работы в качестве критика были разные отношения с этим театром. Я не могу сказать, что я всегда был его, так сказать, апологетом. Наоборот, часто выступал и критически. Но на сегодняшний день какой главный критерий театра? Жив в театре или нет? Тот театр жив, в который ходит зритель. Пойдите в театр имени Горького. Да, это монополия, это государство в государстве, это мощный, очень организм. О спектаклях можно спорить, но пойдите, каждый вечер зрительный зал заполнен до отказа. А театр, даже если вот очень хороший, но в него зритель не ходит, возникает вопрос, кому он нужен? Кому он нужен в результате? Никому. Искусство без зрителя, оно ведь, ну, для себя художник. А если говорить о одной из последних работ украинского театра, Собор Парижской Богоматери, это явление? Я думаю, что если рассматривать этот спектакль в контексте других спектаклей украинского театра, то для этого коллектива, да, это и явление. Потому что это современное зрелище. Это зрелище очень яркое, мобильное, с использованием звуковой аппаратуры, света, здорово разработана линия массовки, то есть много проделано там режиссёров. Но, опять-таки, нам ведь недостаточно бывает просто сказать иногда о спектакле, что это удача. Мы сразу хотим сказать, что это, ах, что это бродвейский уровень. А если вот брать бродвейский уровень, то, ну, я думаю, понятно, что для того, чтобы достичь бродвейского уровня, нужна и подготовленная труппа. Невозможно раз с кондачка за 22 дня взять и создать шедевр. Такое бывает только в сказке. Спасибо. Итак, ещё раз вам напоминаю, у нас в гостях был ироничный, аналитичный Сергей Польчаковский. Вам судить об этом? Ещё раз вам большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! Сегодня гость нашей программы председатель правления акционерного общества Крымское автотранспортное предприятие Виктор Иванович Икончаров. Вы представляете одну из отраслей промышленности и в связи с этим я бы хотела вернуться к некоторым событиям на этой неделе. Во вторник на заседании Совета Министров давалась оценка работы всех отраслей промышленности за первое полугодие и отмечалось, что впервые за последнее время получен плюс по отраслям промышленности. И всё же, несмотря на это, положение остаётся крайне напряжённым. Так ли это? Да, вообще, всё это было отмечено на заседании Совета Министров. И, в общем-то, части отрасли именно автомобильного транспорта, транспорта грузового, здесь, в общем-то, похвастаться нечем. Вообще-то, автомобильный транспорт грузовой является, конечно, как придатком всей нашей промышленности из-за того, как работает промышленность. Так, соответственно, работаем мы. В общем-то, я бы, с вами не согласилась, что он является придатком промышленности. На колёсах-то, в общем-то, промышленность наша и делается. Да, всё верно. Дело в том, чтобы если бы работала наша промышленность, обеим, заводы, фабрики, работали по отрасли сельского хозяйства, работали бы карьеры, то, естественно, они бы требовали наш автомобильный транспорт, мы бы у них работали. А поскольку сегодня у меня из 350 автомобилей выходит на линию 40-45, ну, это говорит о чём? О том, что, значит, мы не являемся невостребованными. И вообще, хотел я остановиться, значит, такой формой общения, маленький ремаркер. Начиная, что представляем предприятие, которое я представляю, является одной из старейших в Крыму. А ещё лет 10 тому назад оно являлось самым крупным по объёму перевозок и грузобородов. Предприятие, которое имело численностью 1300 человек работающих, и автомобили порядка 700 единиц. Это без прицепного хозяйства. Сегодня, на сегодняшний день, это 350 автомобилей, это 327 всех работающих. Вот такой произошёл спад. И, конечно, самостоятельно автомобилистам при любом желании, при любом руководителе самостоятельно не выбраться из этого экономического, так, нокдауна, понимаете, этого тупика, пока не заработать все отрасли. Поэтому и на совещании я понял так и в Совете Министра о том, что вот у нас новый руководитель Совета Министра, у нас новый министр промышленности Синский Юрий Александрович. И нацеливали на то, чтобы в целом поднимать эту отрасль и зарабатывать тогда отдельные звенья. А также из этой цепи, ну, никак же не вырвется. Одно золото будет звено выйти впереди, остальные будут тонуть. Ну, такое не бывает. Все вместе, или вперёд, или назад. За всю свою такую долгую историю вы сократили производство или уменьшили свои темпы производства почти в два раза. Но всё-таки вы как-то держите за счёт чего? Да, вы знаете, ну, держимся за счёт чего? Во всяком случае, только из-за того, что это прежде всего предприятие государственное. Что есть определённость здесь государственной дисциплины. Остался костяк людей, которые проработали 20, 25, 30 лет в этом предприятии, понимаете? И он не видит себя вне этого предприятия. Он здесь, даже если не работает. А почему люди вот остаются и почему мы не сокращаем? Для меня главная задача – это сохранить коллектив. Я верю в то, что прогрежье наступит. Ну, заработать промышленность, ну, пройдёт год-два, ну, спираль развития общества потребуется со мной движение вверх. И мы заработаем. И надо сократить это, сохранить этих людей. Это костяк, это золотые люди. Поэтому есть и люди, категория людей, которые долго не работают, нет у него работы, но он остаётся ради того, что всё же мы ему сохраняем трудовой стаж. Как-никак остаётся социальная форма защиты. Что бы с человеком ни случилось, этот коллектив его спасёт. У нас есть и больные люди, есть и пенсионеры, и ветераны. Но они же с нами, мы вместе выгребаем, выгребаем. И этим живём. Вот дружбой, сотрудничеством. И, как говорится, перспективой на будущее. А если взять этот коллектив сейчас в общей сложности, ну, пойти по такому пути, сократить, уменьшить статью расходов, куда же эти люди пойдут? Пополнить армию бомжей или вольются в криминальные структуры? Мы этого допустить не можем. И всё-таки планы работы производства вырабатываются у вас непосредственно на предприятии? Или же вам спускаются сверху? Вы же всё-таки как-никак государственное предприятие. Нет, никаких сейчас планов сверху нет. Значит, чистые рыночные отношения. Если даже раньше, вот имели мы обслуживали 80-90 так называемых обязательных клиентов, заключались долгосрочные годовые так называемые договора, и мы их обслужили. То есть действовала плановая социалистическая система. Этого сейчас нема. Мы находимся в так называемом рынке. Вот клиенту нужен автомобиль, он пришёл и требует у меня этот автомобиль, просит или так далее. Ну это в общем-то правильно. Это в общем-то правильно. Мне надо транспорт, я пришёл. Я для них, а не они для меня. Вы чувствуете себя человеком новым здесь, вот на предприятии. Вы не так давно являетесь председателем управления. Да, вы знаете, наполовину. Дело в том, что ещё 10 лет тому назад я работал главным инженером областного управления грузового транспорта. Это предприятие было одно из подразделений нашего управления. Я прекрасно знаю этих людей. Во всяком случае, добрая половина помнит меня, и я её знаю. А остальные люди, естественно, новые. Как меня приняли, как работаю? Ну я чувствую, что, ну понимаете, те вени, которые я вношу, может быть, кому-то и не нравятся. Кто-то принял меня, кто-то ещё сомневается, а кто-то, значит, отрицает. Ну на это есть определённые производства и нюансы. Мне надо одно направление, а, может быть, те люди, которые находятся у меня в подчинении, привыкли работать в том старом багаже, старом переламывании. И сложно, значит, переламывать себя, может. Конечно, они меня, может быть, не воспринимают. Но это так, мои наблюдения, хотя они правдивые. В каком направлении вы предпочитаете работать? Вы знаете, для меня, ну прежде всего, человек. Я человек вообще, и как руководитель, и как человек, значит, я коммуникабельный. Учитывая, что я всю жизнь работаю на автомобильном транспорте, я пришёл в это предприятие не с аптеки. Я знаю, кто чем живёт. Он подумал, я знаю, о чём он думает. Мне положено знать, чем он думает. Потому что я руководитель и старый опытный автомобилист. Я думаю, что, понимаете, придёт ещё промежуток времени. И те положительные звери, которые мы делаем. А что мы делаем? Сейчас, ну не в том смысле, что увеличить количество отданных машин клиенту. Они просто невостребованы, они не нужны. А в том смысле получить задел, чтобы это предприятие было живое. Понимаете, оно чтобы дышало. Наводится культура производства, делается текущий ремонт. Но при всём том, как не тяжело. Частично идут затраты. Идёшь частично на работу с клиентурой обслуживаемой по бартеру. Потому что он тоже нищий. У него нет денег. Он не может со мной рассчитаться. Но для того, чтобы этот руководитель работал, работал я. И какой-то моральный фактор был у человека, у водителя, у ремонтика. О том, что он тоже работает. Мы идём на бартер. Я ему перевозки, он мне строительные материалы. Я ему ещё что-то, он мне строительных рабочих. Вот смотришь, и предприятие живёт. Да, есть культура, есть чистота, есть порядок. И вообще-то люди, это самый золотой фунт. Удивляются иногда. Понимаете, вот пятницу съёмки были вчера. Значит, люди, даже некоторые не получают по 10 месяцев заработную плату. Работают в пятницу, санитарный день. Прополку травы, значит, там подбеливать, подкрашивать что-то. Это удивляется нашему человеку. Ему не платят, ему тяжело. А то, что он получает мало, а он занимается бесплатным трудом. Вот этим субботником, который мы проводили. И вот санитарными днями в пятницу. Так что этим людям просто низкий поклон. А это говорит о чём? О том, что он верит в это предприятие. Я не буду говорить громкие слова, там, будущее. Но верит в это предприятие, что мы с этим предприятием всё равно завоём те лидирующие позиции, которые были в этом предприятии. Оно было раньше 22.01 не только по числу, но и по работе. Это предприятие знали в Подмосковье, в Ленинграде, даже за Полярным Уралом, потому что туда возили сельхозяйственные грузы. А сейчас мы не востребованы. Крупнейшее предприятие грузовое. Каким бы вам хотелось видеть ваше предприятие в будущем, и как скоро оно наступит, это будущее? О, это светлое будущее, конечно. Такой проблематичный, конечно, вопрос. Но я верю, я оптимист. Я верю, я думаю, что пройдёт 2-3 года, 2-3 года, промышленность начнёт расти. Может быть, по примеру Белоруссии, рассмотрел по хронике, что они достигли, и что самое главное, что грузовой транспорт, грузоборот у них вырос на 13,7% в этом полугодии по сравнению с тем, а это может быть тоже какие-то звенья одной цепи, до Катицы, до Украины, до Крыма. Ну, может быть, 2-3 года, и мы начнём подниматься. Мы начнём подниматься. Вы верите в успех вашего предприятия? Безусловно, я в этом месте верю в людей. А если бы я не верил в людей, не верил бы в предприятие, вы знаете, что бы я не согласился её принимать. На этой ноте мы и закончим нашу программу. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии был председатель правления открытого акционерного общества Симферопольское автотранспортное предприятие Виктор Иванович Гончаров. Всего вам доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. В эфире очередная программа по скриптам. Наш гость, начальник центрального, ЖЭО центрального района Пирогов Владимир Дмитриевич. И нашу беседу с нашим гостем я хотел бы начать вот с такого вопроса. Владимир Дмитриевич, я знаю, что вы единственная в Крыму ЖЭО, и одной из немногих на Украине, которые отказались о дотации, как пришла вот эта идея, вернее, решение, как она созрела? В связи с этими трудностями экономического характера, которые охватили все бюджеты районные, городской, республиканские, мы просто посчитали свои деньги, посчитали свои возможности, наметили пути еще два года назад, как уменьшить расходы. И в конце концов мы пришли к этой мысли, что нам необходимо уже, можно отказаться от дотации государства на эксплуатацию живого фонда. Был ли риск при этом? Конечно, был. Кто же отказывается от денег? Но мы просто посчитали, зная реальное положение финансового бюджета, просто не стали уже злоупотреблять этим делом, и официально отказались от дотации, подкрепив это своими расчетами. А вы могли бы назвать болевые точки вашего района? Вы имеете в виду жилье? Да. Конечно. Одна из больных болезней нынешней жизни в жилье, если можно так выразиться, это то, что люди не чувствуют себя хозяевами этого жилья, в котором они живут. Свыше 70% квартир уже приватизировано. А почему-то все люди, приватизирующие квартиру, считают, что вот я приватизировала, вот это стены мои. То есть человек вышел за порог своей квартиры, и все. Извините, но почему? Это же лестничная клетка. Вышел с подъезда дома, эти же зеленые насаждения около дома. Это же все наше. И больно смотреть на эти вещи, когда мы не ощущаемся хозяином этого дома. Мы можем позволить себе выкинуть в окно все что угодно. Мы можем позволить своим детям писать, что хочешь на стенах, выжигать кнопки лифтов, писать там то же самое. Вот нет у нас чувства еще вот этого хозяина дома. То есть вот такая, в кавычках, скажем, приватизация сказалась вот на целостности ваших фондов? Не только это. Это, очевидно, жизнь сложилась сейчас так, что люди воруют. Идет грабеж жилого фонда. Я не боюсь условия, я мог подкрепить это факт. Ежедневно воруются счетчики, автоматы. Ежедневно воруются кабеля связи лифтовиков. Были случаи в этом году, я знаю, по городу, в других районах тоже. Разворовывались целые системы коммуникаций канализационных. Представляете, канализация действующая разорвывает и уносит. Все это делается ночью. Естественно, днем не будут делать. И что удивительно, ночью, представляете, снимать металлические трубы. Это же все слышат. Но что, ни один человек не позвонил в милицию, в любой другой орган. Но ведь это же телефон, состоящий из двух, все знают из двух цифр. Ни один человек не позвонил. Почему? Вот это вот вызывает тревогу. Боль. Вот как человек, который профессионально занимается делом, у меня вызывает это боль. Ну, наверное, еще одна из болевых точек. Ну, был период, наверное, в жизни нашего общества, в то перестроечное время. И до перестроечное, когда мы пытались организовать в подвальных помещениях, именно приобщить туда детей, чтобы они, так сказать, не были выброшены на улицу. То есть создавались какие-то клубы. Как сейчас с этим? Да, особый пик этой работы был, это 80-е годы. Занимались этим люди, болеющие за это дело. Делалось, было создано очень много клубов, клубов по интересам, где были дети, начиная с первоклассники, заканчивая уже выпускниками школы. В настоящее время люди, дети, вот где-то 13, 14, 15, 16 лет, они у нас практически сейчас такими вещами не охвачены. Их тянет в подвал, им не один собраться. Им некуда пойти, им некуда потратить свою энергию, кроме уже, конечно, развитых физических ребят, которые материально обеспечены, чтобы заплатить за это обучение. А с теми ведь некуда пойти. И вот поэтому их тянет в подвал. Там все, что угодно может происходить. А подвал, вы знаете, нынешние подвалы, это если они не отданы в аренду предприятиям под какой-то магазин, офис, склады, то это пустующее просто помещение. Бесхозное. Не скажешь, что бесхозное, но пустующее помещение, где идут там различные сети, в том числе электрические, в том числе и 220, в том числе и высокое напряжение к лифтам идет. Это же даже и безопасность, очень риск большой. И в том числе там, может быть, сразу мы скоснемся этой темы. Кроме детей, там же ведь зимуют, проживают масса других обездольных людей. И ведь многие из них не просто бомжи, опустившиеся люди или что-то еще. Да ведь многие нормальные люди, просто жизнь, которая загнала в подвалы. Потеряв по воле судьбы там, я знаю, что еще чего, свою квартиру, жилье, оставшись без работы. Многие пожилые люди, которые уже остались никому и нужны в этой жизни, они идут в подвалы. И поверьте мне, я беседовал, я со многими встречался людьми. Я не скажу, что это потерянные люди, но просто жизнь, жизнь их заставила туда уйти. И нет в настоящее время структуры в государстве, которая бы серьезно занялась бы этой проблемой. То есть опять это все свалится на ваши плечи, да? Оно сваливается в каком плане? Люди там проживают, люди что-то войти, открываются двери, значит, им темно, они подключаются к электроэнергии. В данном случае был страшный случай, очевидно, бомжи в Киевском районе так сделали. В результате чего слесарь Жеу пошел устранять аварию, коснулся этого провода и погиб. Это было летом. Так что все это очень серьезно. Владимир Владимирович, вот многие, так сказать, могут с иронией воспринять, что, дескать, вы отказались от дотации, и, наверное, за счет только, может, своевольного увеличения платы за коммунальные услуги, так сказать, можете поддерживать свой бюджет. Так ли это? Нет, нет. Коммунальные услуги, квартплата, это четко фиксированные суммы, которые утверждены правительством. Если наша организация это решила сделать, то мы знали, что делали. Мы создали свои, в своей организации создали мастерские, то есть мы не покупаем ни одних сантехнических заготовок, мы их делаем сами. Если мы меняем какие-то материалы, задвижки, то мы старые не обрасываем, мы производим их реконструкцию. Мы сделали работу и столярные мастерские, то есть позволяющие делать самим то, что раньше заказывали за счет бюджета у подрядчиков. Мы организовали свою строгруку, это более-более 40 человек, которые своими силами ремонтируют мяки и шиферные черепичные кровли. И вот совокупность всех этих мер нам и позволила отказаться от дотации, то есть сэкономить часть бюджетных средств, которые пустили, насколько я знаю, про это коснулись в Центральном районе. Я знаю, что эти деньги идут на зарплату учителей, а их и так катастрофически не хватает. Поэтому я скажу, что это все делалось с доброго согласия Геннадий Александровича Бабенко, председателя сполкома. Мы нашли понимание во всех. Везде, к кому ни обращались, понимание мы находим. Я считаю, что просто мы сделали очень хорошее дело. Если перейти к более глобальной теме, сейчас вы знаете, что Верховный Свет Крыма утвердил статус Республики Крым. В будущем, как вы можете ощутить этот статус в вашем районе конкретно? Конечно, это будет лучше. Значит, это же будет больше денег останется в городе Симферополя. Ведь мы знаем, что город Симферополь это бюджет образующий город, не потребляющий, а бюджет образующий. Насколько я знаю, больше 40% в бюджет республиканский идет из города Симферополя. А если посмотреть по общим цифрам, то денег остается в Симферополе гораздо меньше, чем в других городах Крыма. Хотя некоторые депутаты говорят, что вы грабите Крым. Да, это совершенно не так. Если это вот прошло, денег останется в городе Симферополе больше. И поверьте мне, ведь люди, все, кто проезжает в Крым, проходят через город Симферополь. Они идут через нас. У нас возникает масса проблем, которых нет, может быть, в других городах. То есть нам больше денег останется. И поверьте мне, что если нам дадут деньги, и поверьте, что это просто будет потратено только на ремонт жилого фонда. Я просто не хочу сейчас проводить цифры, сколько у нас текущих кровель, сколько систем еще не готова к зиме, сколько не хватает батареи. Поверьте мне, суммы довольно внушительные. Конечно, чем больше денег, тем больше людей просто с улыбкой встретят зиму. Что бы мы могли сказать в заключении, обращаясь, скажем, к жителям вашего микрорайона, района, центрального района, сказать, чтобы действительно вы шли вместе с ним в одной упряжке? Какие слова были? Мне хотелось бы пожелать людям, чтобы мы были помнены о том, что вот как-то сказали, что наш дом, моя крепость, да? Пусть это будет наш дом, пусть это будет наша крепость, но чтобы мы чувствовали себя хозяинами в своем доме, чтобы мы не проходили мимо различных безобразий, равнодушными. Это страшное слово. Мне хотелось бы пожелать людям, чтобы в этой жизни, ну, все плохо, на производстве плохо, в жизни все плохо, но единственное, что общее у людей, это жилье. В каждом из. Так вот, чтобы оно содержалось с общей помощью в нормальном состоянии. Подчеркиваю, с общей, потому что силы жилищников в данном случае очень незначительные. Вот с таким призывом к вам обратился начальник ЖЭО Центрального района, гость нашей программы Владимир Владимирович Пирогов. Вам большое спасибо и желаю удачи на ваше поприще. Спасибо. 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 Добрый вечер. В эфире очередной выпуск программы «Посткриптом». Я ведущий Борис Кияшко. Знаете, мне приятно в этот день сказать, что мы как-то работаем синхронно с нашими масс-медиа. Газета «Крымские известия» опубликовала статью под названием «Больше прав, больше обязанностей». Речь идет о симферопольском бюджете города Симферополя. Но участник нашей передачи Иван Васильевич Житнюк, депутат Горсовета. Я знаю, Иван Васильевич, что вообще как возникла, так сказать, вот инициатива по поводу бюджета Симферополя? Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый вечер, точнее. Ну, вопрос о подготовке и принятии закона автономной республики Крым о статусе города Симферополя как столицы автономной республики Крым возник еще, инициировался, точнее, еще депутатами прошлого созыва. Однако те 150 депутатов, которые были представлены в городском совете, их захлестнули политические разборки, междоусобицы, и как вот и наш крымский парламент 1994 года, то есть было больше разговора, нежели дела. Мы, когда же были в 1995 году избраны в городской совет, сразу же на второй сессии, первая была как организационная, на второй сессии уже начали поднимать вопрос о статусе города Симферополя как столицы автономной республики Крым. Пока еще наши депутаты Верховного Совета не знали об этом, скажем так, да? Они, да, скорее всего, что не знали, да им это и не надо было, понимаете, если так откровенно говоря. У них там была своя программа, другие цели, они пришли, некоторые, чтобы в город переехать, некоторые, чтобы получить какое-то место определенное где-то в правительстве или там, поэтому из каких-то не рисовал. А вот как раз депутаты городского совета, в общем-то, избиратели увидели, видимо, вот тот негатив, который был с депутатами Верховного Совета Крыма и более разумно подошли на выборах во время выборов и избрали более, так сказать, работоспособный городской, если можно сказать, парламент. Вот, независимо от фракции, независимо от, у нас три фракции, вот наша фракция самая большая, фракция единства, которую я возглавляю, фракция столица, это тоже небольшой коллектив, но депутатов, ну, таких грамотных, разумных людей и фракция коммунистов. Несмотря на то, что, в общем-то, мы, я в другой партии абсолютно, я тем более возглавляю городскую партийную организацию ПЭП, но я хочу сказать еще раз, что вот депутаты этого созыва подошли очень серьезно к этому вопросу и мы стали этот вопрос продвигать. Пересматривался... Ваша инициатива была? Инициатива была вообще фракцией, единственной нашей фракцией, пускай по этому вопросу, стали этот вопрос продвигать. Был разработан закон в городском совете, очень большую, так сказать, толику в это внес, несло три человека, так сказать, будем так говорить. Это депутат Гончаренко от 22-го избирательного округа, это депутат Яковлев от 5-го избирательного округа и депутат Воронков от 43-й избирательный округ. Вот они, в общем-то, рассматривали несколько вопросов, обсуждали, потому что мы рассуждали во фракциях, обсуждали в городском совете, в общем, перед комиссиях. То есть это не с листа, скажем, это проходило несколько этапов? Вопрос был очень, так сказать, серьезный, тем более, что, видите, это город Симферополь, он самый бюджетнообразующий город, еще таковым является город Ялта. Остальные же все города, это города, ну, как бы, будем говорить, пиявки. Детационные. Иван Васильевич, вот говорят же о том, что, дескать, вот 60%, которые выделили сейчас город, дескать, это мина под бюджет всего Крыма, так ли это? Уважаемый Борис Петрович, я хочу сказать, ну, почему я, зарабатывая деньги, должен кормить вашу семью? Вы можете мне это сказать? Почему вы не работаете, а смотрите, что я ем? И просите постоянно, дай, дай, дай. Вот оно, примерно, так и происходит с нашим, так сказать, Крымом. Симферополь зарабатывает деньги, а люди больше всех бедствуют. Мне особенно жалко пенсионеров, так сказать, которые вообще беззащитные, социальные, сегодня беззащитные люди, получающие мизерную ту пенсию и ту, которую делят на несколько частей при выдаче. Значит, учителя не получают, представляете, уже скоро новый учебный год, а учителя не получили еще заработную плату за тот. 60% это реальная цифра? Ну, 60% это, ну, она реальная, это же проценты. Это же не говорит о какой-то конкретной сумме, это речь идет именно о процентах. До этого, если бы не был принят закон, я хочу вам сказать, что депутаты Верховного Совета, вот у меня здесь есть поименное голосование о включении этого вопроса в повестку дня. И я хочу сказать, что очень сильно, так сказать, противостояли о отключении этого вопроса, это Артемьев из Джинкойского района, это, так, Пышино, Старый Крым, Рудаков. Ну, их можно поднять, скажем, они думали, что вот, дескать, Симферополь это вот бельмо на глазу бюджета Крымского. Почему? Есть парадокс, есть один парадокс, вот депутат от Крыма, я вот, чтобы я, так сказать, специально смотрю, от Симферополя, вернее, проголосовал так же против, вот это вообще, так сказать, непонятно. Один из депутатов проголосовал, видимо, необходимо, не нужно ему. И что самое, так сказать, такое вот, за, отстаивали, вот это, очень, так сказать, сильно, это Бахарев, Рябчикова, Шивьев, Сумуниди, Супрунюк, фракция Куралтай, вся фракция Куралтай. Независимо от того, что многие, они же избирались по... Скорее всего, это трезвый расчет, так сказать, то, что касается города. Я хочу сказать, что находятся все-таки и разумные люди, которые могут, так сказать, направить. Это же надо со всеми было говорить до этого. Иван Васильевич, вот инициатива, так сказать, действительно, наконец-то депутаты Верховного Совета заметили, так сказать. Как дальше будет действовать и фракция, фракция ваша в Горсовете вот по отношению к бюджету? Вы понимаете, мы не снижаем темпы своей работы, наоборот, мы их постоянно активизируем. Вы знаете, что грядут следующие выборы, и я больше чем уверен, что, видимо, все 100% депутатов нашей фракции будут переизбираться, кто в Верховный Совет Крыма, кто в Верховную Раду Украины, кто в Городской Совет, на, так сказать, на второй, на следующий срок. Мы просто не можем разбрасываться теми здравыми силами и здравомыслящими, чтобы опять не было таких вот разборок, как они постоянно, так сказать, были в течение вот этих трех лет, в Верховном, трех с половиной даже, в Верховном Совете. А я сейчас бы хотел обратиться к избирателям, которые пойдут в марте к орнам избирательным. Вот и судите сами, кто болеет на деле за ваши интересы, за то, чтобы жилось вам лучше, так сказать, и вам будет понятно, чего стоят те игры политические, и чего стоят действительно дела депутату Городского Совета Симферополя. Еще раз говорю, что нашим гостем нашей программы был депутат Горсовета Иван Васильевич Житнюк. Спасибо большое. Я хочу, видимо, чтобы не обидеть нашего мэра, да, это, в общем-то, было бы неправильно, я, так сказать, очень мало времени у нас. Конечно, благодаря Валерию Федоровичу Ермаку, вот это все было возможным. Он очень сильно за это все переживал. Ну, вообще, человек переживает за свой город, и я, в общем-то, рад за то, что я, в общем-то, агитировал, когда на тех выборах за Ермака, и я думаю, что вот неприятно. Ну, что, бюджет есть, значит, это тоже заслуга, естественно, и Валерия Федоровича Ермака, и ему, так сказать, пожелаем благ в свершении вот этих вот намеченной программы Горсовета. Еще раз вам большое спасибо. 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 Здравствуйте. Сегодня в нашей программе принимает участие заместитель председателя Симферопольского городского совета Владислав Яковлев. И мой первый вопрос к вам, Владислав Владимирович. Вы второй раз избираетесь в должности председателя и в предыдущем созыве, и в нынешнем. Заместитель председателя. Заместитель, у меня легкая рука. Спасибо. Есть ли разница между предыдущим и нынешним созывом? Есть. Есть разница большая. Будем говорить, есть разница, ну, чисто цифровая или формальная, назовем ее так. Ну, а есть, естественно, неформальная разница, рабочая, деловая, называйте, как хотите. В прошлом созыве у нас было избрано 150 депутатов. Знаете, ну, 150 человек, откровенно говоря... Это цифровая разница. Это цифровая. В этом созыве в три раза меньше. Ну, цифровая разница, наверное, в пользу нынешнего созыва, естественно, потому что 50 человек – это более или менее управляемая, рабочая. Будем говорить, уже не масса, а группа людей, или объединенных, или необъединенных какой-то идеи. В конце концов, это люди, которые друг с другом общаются, хорошо друг друга знают. В прошлом созыве подчас было так, что депутаты за четыре года так и не знали, как друг друга зовут. 150 человек. Ну, конечно, это еще раз говорю. Это формальная разница, я не хотелось бы на ней останавливаться. Разница большая в другом. Вы знаете, вот новый созыв не в обиду моим бывшим коллегам. Я их очень уважаю, и поверьте, со многими из прошлого созыва депутатов у меня очень добрые, дружеские отношения. Но нынешний созыв, знаете, он не просто более мобильный. Он, наверное, более интеллектуальный. Он, скажем так, наверное, более целеустремленный. По нынешним временам, наверное, более жесткий в подходе к решению вопросов. Это тоже немаловажно. Наверное, вы знаете, нынешний созыв более приземлен. Вот в прошлом созыве люди пришли на грибне перестройки. Знаете, эйфория, желание переделать мир. Ну, утопия прекрасная штука, но это утопия. Нынешние депутаты, я уже об этом не раз и не два говорил. То есть реальные депутаты? Реалисты. Они четко знают, что для города самое главное не построить там социализм или капитализм в Киевском, в Центральном и в Железнодорожном районе. А вот надо заасфальтировать улицу, где живет 150 бабушек. Надо облагородить дом-интернат, где находятся инвалиды. Надо привезти подарки в наш приют для малолетних. Ну, это то есть реалисты, которые четко знают, что город будет жить, Крым будет жить, государство будет жить. Только тогда, когда на каждой улице, в каждом доме будет человек неравнодушный, который будет заботиться и о бабушках, и о детях, и об асфальте, и о тепле, и о воде, и о газе. Я думаю, мы уже сейчас можем видеть результаты вашего труда. Мы видим, на улицах города идет работа. Можем видеть, но вот идут те работы, за которые нас подчас, кстати, ругают, что там круглые сутки работают механизмы. А это наш депутат, нашего городского совета, Виктор Петрович Гончаренко. Понимаете, можно к нему по-разному относиться. Он человек довольно такой своеобразный, жестковатый. Иногда может пару слов так сказать, что во второй раз уже и слушать его не захочешь. Это не в обиду, бери на весь экран. Такой наш Виктор Петрович. Но этот человек удивительно деловой. Он сумел пробить деньги, привез вот эту технику. Сначала ругали, вот зачем нам такая дорогая западно-германская техника. Теперь посмотрите. У нас самые страшные улицы, залиты вот этим же таким асфальтом, в чем работа ведется в любое время года при любой погоде. Скажите, пожалуйста, зависит ли мобильность нынешнего депутатского корпуса от руководства? Ну, понимаете, нельзя говорить о мобильности какого-то коллектива, если в коллективе нет лидера, если в коллективе нет руководителя. Я не сторонник комплементарности. Ну, знаете, как говорили в старые партийные времена, когда спрашивали, чей вы человек. Я никогда не скрывал ни в 94-м, когда первый раз был избран, ни в 95-м, когда шла избирательная кампания. Никогда не скрывал, и не скрываю, что я человек Ермака, если говорить, повторяю старым языком. Я глубоко уважаю руководителя, не потому, что он пригласил меня на работу, не потому, что я у него заместитель. Это действительно мудрый, деловой человек, это очень хороший организатор. Наверное, и 50 депутатов так работают, потому что председатель дает пример, как надо работать сутками, как надо работать выходными, как надо искать возможность решения любого вопроса в любых обстоятельствах. Украина приняла закон о местном самоуправлении. Как вы смотрите в связи с этим на перспективу выборов? Президент сказал, что в марте 98-го они обязательно пройдут. Знаете, ну, может быть, и не совсем, кажется, не гоже спорить с президентом. Не гоже, тем более, спорить с основным законом жизни страны, с Конституцией. Но я вам скажу так. Я об этом тоже не раз и не два говорил, и буду говорить, сколько хватит сил. Статья 141 Конституции Украины гласит, что депутаты местных советов, а также руководители, то есть председатели местных советов, избираются сроком на 4 года. Статья 8 переходных положений Конституции говорит о том, что выборы, какие сейчас стояли, состоятся в березне 98-го года, то есть в марте следующего года. Так, скажите один вопрос. Вы за или против принятия права Конституции Украины? Я за. Я за. И скажу почему. Потому что в Крыму это единственный регион... Этого достаточно. И все-таки я вам скажу, извините, и все-таки я вам скажу, единственный регион на Украине, Крым, где выборы состоялись в 95-м году. Мы все депутаты 2,5 года. У нас забирают полтора года депутатства. Не потому, что это легкий хлеб, или потому, что я сижу в этом кресле. Понимаете? Тысячи людей на кого-то надеялись, кого-то избирали, и вдруг берут и отбирают полтора года депутатства. Но я считаю, это несправедливо. То есть вы считаете, что поправки Конституции, если они будут внесены, они будут отражать чаяние народа? Безусловно. Во всяком случае, 2-х миллионов крымчан это точно. Даже, опять же, чисто формально и по закону. Они будут отражать интересы крымчан. Итак, наша программа завершается. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в студии был заместитель председателя Симферопольского городского совета Владислав Яковлев, который заботится о благополучии нашего народа. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Здравствуйте. Сегодня в нашей программе принимает участие заместитель председателя Симферопольского городского совета Владислав Яковлев. И первый вопрос. Вы во второй раз избираетесь на нынешнюю должность и в предыдущем созыве, и в нынешнем. Есть ли разница? Между должностями или между депутатами? Между созывами, прошлыми и нынешними. Есть. Есть. Есть большая разница между депутатами двух созывов. Поверьте, я был депутатом и прошлого, и я депутат нынешнего созыва. Мне как-то уже довелось об этом говорить. Я всегда говорю так, что есть две разницы, если можно так сказать. Одна разница формальная, вторая разница касаемая каждодневной деятельности работы депутатов. Вот эта формальная разница заключается в том, что у нас в прошлом созыве было 150 человек. Ну, представляете себе, 150 человек к концу созыва не всегда все могли даже друг с другом познакомиться. И такое было. Ну и структура трудноуправляемая. Естественно, практически неуправляемая структура. Хотя не хочу никого обижать. Повторяю, я сам был депутатом, и отношения у меня с депутатами прошлого созыва, с моими прошлыми коллегами очень хорошие, очень добрые. Но вот если сравнивать с нынешним составом, вот это уже разница неформальная, скажем так, разница реальная. Знаете, нынешние 50 человек, к сожалению, сейчас не 50, трагическая смерть вывела из наших видов двух депутатов. Я хочу сказать вот о чем, что, вы знаете, люди, их можно назвать одним словом, люди реалисты. Люди, приближенные к сегодняшней действительности. Вы сами знаете, какая это действительность. Она не просто суровая, она более чем суровая. Люди, которые четко знают, что для того, чтобы было мощное государство, должна быть мощная республика Крым. Мощная республика Крым – это богатый, это чистый, это благоустроенный город Симферополь. А благоустроенная столица Крыма – это работа каждого из 50 депутатов. Причем работа не в кабинете, а работа на своем округе. Это некрасивые слова. Потому что каждый депутат прекрасно знает, что у него есть две незасфальтированные улицы. У него есть пять беспризорников. У него есть 20 бабушек, которые получают эту несчастную пенсию в 39 гривен и не знают, где снискать этот хлеб на сущность. Та работа, которая проводится сейчас на улицах, мы видим, и новый асфальт кладут, и новые остановки сейчас. Все, что делается в городе, поверьте, это работа и исполкома, и наших депутатов. Вот это, кстати, еще одна отличительная особенность. Скажите, пожалуйста, кто был инициатором сокращения аппарата депутатского корпуса? Ну, это законодатель. В общем-то, это было предусмотрено украинским законом. Поэтому здесь нельзя говорить, что кто-то там хорошо или плохо поступил. Все-таки, понимаете, реальность всегда берет верх над всем остальным. Стало понятно, что 50 человек – это более управляемый, более мобильный, более дееспособный коллектив. То, что коллектив дееспособный, есть заслуга как самого коллектива, так и его председателя. Какие взаимоотношения между руководством горсовета и депутатским корпусом? Ну, во-первых, я скажу, безусловно, что не бывает так, чтобы хороший коллектив был без хорошего руководителя. И я не верю, что при хорошем руководителе может быть плохой коллектив. Вот я считаю, что наш депутатский корпус Симферопольский, наверное, самый мощный в Крыму. И по интеллекту, и по деловым качествам. Это не похвальба, это реальный факт. С ним надо считаться. Вот, и в этом я считаю, в первую очередь, заслуга председателя городского совета Валерия Федоровича Ермака. Не ради того, чтобы заместитель хвалить своего начальника. Но я скажу, что нисколько не скрывая, это знают все, что в 1994 году Валерий Федорович пригласил меня на эту работу. Он рекомендовал меня в 1995 году, когда я снова стал депутатом. Но я считаю, что это руководитель, который действительно должен стоять вот в такое сложное время у руля столичного города. Не самого маленького, не самого бедного, с огромными проблемами. Город, который является лицом столицы. Скажите, пожалуйста, вот уже сейчас видно, я уже затронула этот вопрос, что какие-то проблемы решаются в городе. И все же острыми остаются наиболее такие вот насущие вещи. Ну, как есть, давайте скажем, самая насущная проблема. Люди месяцами не получают зарплату. Самая насущная проблема. Другая проблема. Наши пенсионеры не получают вовремя пенсии. Хотя я хочу сказать, что город Симферополь собирает в срок и достаточное количество средств для того, чтобы день в день выплачивать пенсии нашим симферопольским пенсионерам. К сожалению, система такова, что мы напрямую эти деньги выплачивать не можем. Мы их перечисляем в пенсионный фонд автономной республики Крым. Там они перераспределяются. И поэтому наши пенсионеры точно так же получают пенсию с задержкой. Хотя, еще раз, совершенно официально заявляю. Если бы город Симферополь напрямую платил пенсии, мы бы их платили день в день. Однако, в невыплате зарплаты, например, учителям, руководство города, городские учителя обвиняют? Вы понимаете, не совсем так. Поверьте, что мне довелось, может быть, с учителями не так часто, а с врачами я встречаюсь практически регулярно. Но от вас зависит выплата зарплаты, например, чтобы учебный год начался вовремя? Конечно, ну как вам сказать, а что значит от нас зависит? Заработную плату мы задолжали за два месяца прошлого года. Да, задолжали. Но я вам скажу и другое. В соответствии с указом президента, каждый день 70%, вот мы берем 100% поступающих средств в казну города, каждый день 70% уходит только на погашение заработной платы бюджетникам. В первую очередь, учителя, врачи, культработники. Понимаете? Поэтому город делает все. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что производство-то слабенькое. Хотя в городе Симферополе, опять же, не потому что хвалю, а потому что реальный факт. Если снижение по всему Крыму, там где-то было порядка 38% промышленного производства, у нас в городе Симферополе 2,3%. Вот так. Работаем. Как вы хорошо работаете? Хорошо работаем. Хорошо работаем. И считаю, что не зазорно сказать, что хорошо. Да, да нет зарплаты. Да, не все делается. Но работаем хорошо. Поверьте, хорошо работаем. Работаем хорошо, потому что люди работают сутками в полном смысле слова. И руководители хорошие, и депутаты грамотные. И поверьте, наши чиновники, которых все ругают, это добросовестные исполнительные люди. Президент Украины, находясь на отдыхе в Крыму, неоднократно заявлял журналистам, что в марте 1998-го выборы обязательно состоятся. И, кстати, Украина приняла закон о местном самоуправлении. Как вы смотрите на перспективу? Вы знаете, может быть, негоже критиковать президента. Может быть, негоже не соглашаться. Просто неправильно не соглашаться с основным законом жизни государства. Но вот здесь, позвольте, я немножко потеоретизирую. В Конституции записано статья 141 о том, что депутаты местных советов и их председатели, то есть местных советов, избираются сроком на 4 года. Вот записали. Мы себе это и запомнили. Момент второй. Статья 8 переходных положений основного закона говорит о том, что очередные выборы, как вы стояли, состоятся в Березне 1998-го. То есть практически где-то 7-8 месяцев осталось. Во всей Украине выборы состоялись в 1994-м году. Согласны, 141-я статья, это 8-я переходных, они соответствуют друг другу. Но почему-то никто из депутатов Верховной Рады Украины и, наверное, никто из окружения президента, кто готовил для него этот указ или кто обосновывал необходимость выборов в Березне 1998-го, почему-то не сказал о том, что в Крыму, а Крым, извините меня, не самый маленький регион на Украине. И в Крыму, слава Богу, 2 миллиона человек, это больше миллиона избирателей, которые, кстати, президенту Украины дали 98% голосов. Здесь по Крыму, когда он становился президентом. Так вот почему-то никто не подсказал президенту, я не знаю, или депутатам Верховной Рады о том, что в Крыму были выборы в 1995-м году. Давайте считать. Причем в июне-сентябре 1995-го. 1996-1997 и полгода. Два с половиной года. Скажите, за что депутатов всех уровней, районных, городских, Верховного Совета, и не только в Симферополе, и не только в Ялте, а где-нибудь в Черноморском районе, и где-нибудь в Нижнегорском, в любом. Почему их лишают? Полномочия на полтора года, объясните. Поэтому я категорически... То есть вы за внесение поправок в Конституцию? Я говорил об этом, я повторяю. И еще, знаете, есть такой момент. Вот мы только что говорили, что не хватает денег на зарплату, не хватает денег на ремонт улиц, не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Никогда вы не считали, сколько стоят эти выборы? Вообще. Не считал, но предполагаю. И вот я, например, даже предполагать не могу. Потому что, думаю, цифра будет астрономическая. Вот эту астрономическую цифру, в данном конкретном случае, взять и выложить на выборы, вместо того, чтобы пустить в народное хозяйство. Вот тут, извините, я категорически не согласен. На этом и закончим нашу программу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в студии был заместитель председателя Симферопольского городского совета Владислав Яковлев. Всего вам доброго. Симферопольского городского совета Я желаю доброго дня и удачи всем нашим телезрителям. А сегодня в гости комсомольской правде на передачу по скриптам пришли, как обычно, очень интересные гости. И гости у нас сегодня очень необычные. Дело в том, что полторы тысячи человек в Крыму объединены в удивительную организацию, которая называется Республиканская Таврическая молодежная лига. А дело в том, что аналогов этой организации невозможно найти ни в нашем пионерском и комсомольском прошлом, ни в каких-то западных подобных структурах. У нас в гостях председатель городского совета Республиканской Таврической молодежной лиги Ольга Кучеренко и председатель поискового центра этой же Республиканской Таврической молодежной лиги Влад Федоровский. Добрый день. И я думаю, что всем нашим телезрителям будет очень любопытно узнать, что же такое это за организация, что она из себя представляет и почему так много молодых людей стремятся в нее заступить. Республиканская Таврическая молодежная лига это молодежный орган партии экономического возрождения. Эта молодежная организация объединяет людей, которые желали бы сделать для своего города что-либо полезное. Наши ребята участвовали в акциях по очищению плачущих скал. Наши ребята занимались проведением полевой кухни на 9 мая. А также мы поддерживаем контакты с другими молодежными организациями нашего города. Один из новых проектов нашей организации это молодежные дружины, в которых будут объединять ребят, которые хотели бы навести порядок в нашем городе. Ребята будут вести патрулирование по районам нашего города совместно с милицией. Также ребята будут заниматься при этом в спортивных залах. То есть физически оздоравливаться? Физически оздоравливаться, да. И в этом нам будут помогать правоохранительные органы нашего города. И хотелось бы выразить благодарность заместителю начальника ОВД города Симферополя Пинчаку Владимиру Ивановичу за его содействие в нашей идее. И мы надеемся, что в дальнейшем они нам будут помогать в разработке наших планов с молодежными дружинами. Что он нас слышит и смотрит. И, наверное, рад, что вы ему благодарны. Но я хотела бы вот что у вас спросить. Я думаю, это будет интересно всем нашим телезрителям. Как в наше время такое тяжелое финансовое отношение для различных некоммерческих структур вам удается все-таки объединить такое огромное количество людей и проводить какие-то акции? Ну, во-первых, в нашей лиге ребята находят себе дела по интересам. И огромную помощь нам оказывает партия экономического возрождения, за что мы искренне благодарны. Работают ребята бесплатно? Работают ребята бесплатно. Мы не имеем... Нам не платят за наши дела. Мы общественная организация. То есть вы работаете за идею, да? Мы работаем за идею. А тяжело вот ходить за идею по полям? Я уже к Владу хочу. Обратиться по лесам и искать незахороненные останки наших крымских воинов, людей, которые воевали за Крым. Вы знаете, я вам скажу, что не тяжело. Поисковый центр РТМЛ, хоть он создан, скажем так, недавно, он объединяет действительно энтузиастов, энтузиастов, дело патриотов нашей Родины. И в нашей деятельности надо большое спасибо сказать учредителям поискового центра, это опять-таки партии экономического возрождения Крыма во главе с депутатом Верховного Совета Крыма Шевьевым Владимиром Ильичем. И также выразить большую признательность за ту помощь, которую нам оказывает Союз офицеров Крыма и Симферополя, возглавляет которой капитан третьего ранга запаса, депутат Симферопольского городского совета народных депутатов Житнюк Иван Васильевич. Вот благодаря ихней помощи мы действительно можем заниматься тем, чем мы занимаемся. А итоги, они есть, вот я могу привести буквально два факта. Меньше чем за месяц нами обнаружено в районе села Межгорье останки двух партизан, по всей видимости, погибших во время большого прочеса в конце 43-го, начало 44-го года. Сейчас уже разработан проект, изготовлен памятник. Вот передо мной лежит табличка, я ее хочу показать телезрителям, которая будет установлена на месте этого памятника, на месте этого захоронения. Значит, надо сказать большое спасибо за помощь в изготовлении памятника, потому что финансовая ситуация сейчас, скажем так, и в стране, и в обществе крайне напряженная. Это, надо сказать, Баталину Александру Сергеевичу, заместителю председателя Совета Министров Крыма, и также Копыленко Евгению Аркадьевичу, директору завода Селма, благодаря которым, в принципе, мы смогли заказать и изготовить памятник, который будет установлен. К сожалению, надо сказать, что на страницах уважаемой всеми газеты «Крымская правда» в статье это нужно не только мертвым. Закралась досадная ошибка в силу ряда объективных причин она туда попала. Там сказано, что финансирование этой акции осуществляет один из благотворительных фондов Крыма. Но фонды благотворительные нам не помогают. Это абсолютно не так. Нам действительно помогает только Союз офицеров Симферополя и Партия экономического возрождения. А насколько вот острая проблема незахороненных останков в Крымских лесах? Проблема вообще острая. Есть действительно страшные места. Ну что, в лесах. Вот я могу привести такой пример. Это пример города Севастополя. Севастополь, всем известно, это уже город. Буквально в этом году в окрестностях города Севастополя совместно с нашей помощью, с других, в Севастопольской организации ДОК обнаружено более 300 непогребенных останков. В частности, обнаружено 5 смертных медальонов с наших воинов, которые расшифрованы. И что удивительно, прошло уже более 52 лет после войны, и вот в течение двух недель мы нашли родственников двух наших солдат, которые чистились с пропавшими без вести. Эти родственники живут в Симферополе. Люди, которые не знали ничего, где погиб их брат, живы сестры, родные. Они не знали, что с ним. Пропал без вести, а он погиб геройской смертью в боях за Севастополь в 1941-1942 годах. И вот представьте, через 52 года человеку приходит известие, что нашли захоронение ее брата. Неизвестно, где числящего, пропавшего без вести. Вот это действительно, видеть эти слезы на глазах. Вот сейчас планируется выезд в Севастополь вместе с родственниками, чтобы они поклонились праху уже найденных воинов. Насколько я понимаю, основная задача вот Республиканской Таврической Лиги это как бы полезные дела. Это не просто какая-то политическая организация. Ведь в принципе вам же не важно, какие политические взгляды исповедуют ваши члены. Какая у них религия, что это главные реальные дела. Объединение молодежи по интересам. А какие еще есть интересы? Ну вот я понимаю, Влад занимается таким полезным, очень важным делом. А чем еще помимо патрулирования и дружин могут заниматься ваши ребятами? в нашей организации существуют отделы. У нас есть отдел по связям с общественностью. Ребята занимаются, они даже не занимаются, они налаживают контакты с другими организациями. Также у нас есть информационный отдел. Наши ребята печатаются в газетах. И в будущем мы хотим возобновить школу журналиста. Замечательно. Мне кажется, что еще, наверное, важно было бы знать для тех, кто, например, не состоит в вашей организации, но хотел бы в нее попасть. Как туда попасть? Где вас найти? Как тогда записаться? Это очень просто. Значит, Симферопольская городская организация находится по улице Севастопольская, 11, кабинет 13. Вы можете прийти в любой день, кроме субботы и воскресенья. Вас примут, вам все расскажут. Мы будем рады вашему появлению у нас. Я думаю, что многие из наших телезрителей получили очень интересную и важную информацию и увидели таких любопытных гостей в нашей программе, которые занимаются правда полезными делами, хоронят наших погибших, патрулируют улицы и вообще пытаются сделать жизнь наша с вами веселее и интереснее. И я приглашаю всех молодых, всех, кому уже исполнилось 14, кто чувствует в себе силы, желания, возможности сделать что-то полезное и хорошее для Крыма. Вот еще раз обратить внимание на то, что у нас в Крыму существует такая удивительная организация, которая называется Республиканская Таврическая Лига Молодежи, запомнить в лицо ее руководителя и постараться может быть чем-то присоединиться к тем полутора тысячам, которые уже в ней состоят и чем-то правда улучшить нашу с вами жизнь. А это, как обычно, была передача по скрипту, которую проводит Комсомольская Правда в Крыму. Мы прощаемся с вами и встретимся, как обычно, через неделю. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! В эфире очередная программа по скриптам. Наш гость Геннадий Федорович Смирнов, директор городского автобусного парка. Геннадий Федорович, интересная ситуация складывается в вашем хозяйстве. Известный факт. Президент своим указом обязал все бюджетные предприятия до 1 ноября выплатить заработную плату. Насколько я знаю, что за должность по вашему парку составляет с августа по июль около 3 миллионов гривен. В то же время принимается решение о том, что вы должны перевозить 38 категорий льготников. Вот как эту ситуацию разрешить? Ситуация на самом деле очень уникальная. Дело в том, что около 3 миллионов гривен это должно нам предприятие, государство за должность перед нами за ту работу, которую мы выполнили за период, который вы сказали. Ситуация складывается парадоксально еще и в том плане, что с одной стороны мы обязаны выполнять указ президента о предоставлении бесплатного транспорта льготной категории граждан, а с другой стороны до 1 ноября есть жесткий указ президента, нужно необходимо погасить задолженность по зарплате, которая на сегодняшний день составляет 666 тысяч, 660 тысяч гривен. И мы поставлены руководству предприятия в такую ситуацию, или надо нарушать указ президента о прекращении перевозка льготников, тогда мы выполним указ президента по выплате людям заработной платы, или не выполнять 1 ноября контрольные сроки, которые не кажется, один из выходов из этой ситуации, вы сами даже в разговоре со мной об этом сказали, что должна быть адресная дотация, скажем, те же чернобыльцы должны дотировать фонд Чернобыля, те же пенсионеры, пенсионные фонды, это могло бы хоть как-то облегчить вашу ситуацию? Да, на сегодняшний день, если учесть, что каждый труд должен был оплачен, быть, оплачен быть, я считаю, что для того, чтобы решить проблему транспорта, который работал не убыток, а у нас предприятие является планово-убыточным предприятием, один из таких решений этого вопроса выделение адресной дотации, пенсионный фонд пенсионеров, фонд Чернобыля, чернобыльцам, воинам-интернационалистам или там милиции, прокуратуры, соответствующие вышестоящие органы должны выделять деньги, но что в бесплатных поездах, я так считаю, не должно быть, не должно, потому что сейчас на все нужно платить. Тем более вам и не разрешается, скажем так, коммерческая деятельность в полном объеме. Коммерческая деятельность, как-то, значит, на сессии осенней Егор исполком нам разрешил, разрешил на процент недоданной дотации, в то время, октябрь месяц дотация где-то порядка 80% на октябрь месяц получалось, что мы недополучали, но потом люди начали возмущаться, конечно, этим, и нам, опять же, решением сессии майской отменили коммерческие рейсы, обязали нас работать в том же режиме, что мы и работаем, но денежно это никак не подкреплено, а страдают от этого те люди, которые выполняют эту работу, то есть работники предприятия. Сколько у вас сейчас наличия автобусов? На сегодняшний день 125 единиц подвижного состава. А на линиях? Из них на линию выходит 80 машин. Из 80 машин 15 Азии, которые мы в основном обслуживаем, маршала Жукова, центральный рынок, а остальные машины работают по городу согласно расписанию утвержденной горосполкома, получается у нас 65 машин, которые работают в режиме обычного транспорта. Азии, почему-то многие у вас, наверное, уже завистники появились, говорят о том, что вот эти 15 Азий, они чуть ли не для вас клондайк золотой. Так ли это? На сегодняшний день Азия способна перевозить за то нарядное время, 10 часов, которые работают, значит, не более 135 гривен. Одна единица транспортная. Но если отсюда вычесть те транспортные расходы, которые мы несем по топливу, по амортизации, по заработной плате, по перечню семи категорий льготников, которые обязаны там ездить, НДС взять, там о прибыли, если говорить, то только будут копейки. Ну, скажем, с одной гривны заработано, сколько вы получите? 15-20 копеек. Это мы получим дохода. Если убрать расходы, чистая прибыль получится 15-20 копеек. Геннадий Васильевич, вот уменьшение парка машин, скажем, лет 10 назад Вы сказали, у Вас было около 175, сейчас до 125 и 80 действующих на линии. А оно повлекло за собой отток профессиональных водителей? Как это отразилось? Значит, поток водителей повлекло прежде всего вот эти неурядицы, которые связывались с невыплатой, вовсе, не своевременной выплатой заработной платы. Прежде всего. У нас и самое интересное, самое интересное, то, что уходят на самом деле водители квалифицированные не один десяток лет, которые работали на предприятии. Но семьи надо как-то кормить. А мы их пока кормим только обещаниями. И парадокс заключается еще в том, мы считаемся бюджетной организацией. Люди, которые от нас увольняются, подают на нас суд, и за то, что государство нам не доплатило вот ту цифру, что вы сказали, порядка трех миллионов, решением суда опять же обвиняют нас в том, что мы людям не своевременно выплачиваем зарплату. Доходит до абсурда. Значит, арестовывают технику. Те люди, которые работали на этой технике, остаются без зарплаты. Ее хотят распродать с аукциона, чтобы заплатить тем, кто уволился. Скажите, вот когда принималось решение о 38 категории льготников, учитывались интересы ваши, как вы считаете? Интересы наши не учитывались в том аспекте, что эти 38 категорий льготников, которые имеют право на бесплатный проезд, они финансово ничем не подкреплены. И этим все сказано. Конечно, мы сейчас зрителям нарисовали довольно мрачную картину, и все-таки я думаю, автобус у нас не остановится. Какие-то новые маршруты планируются открывать? Было бы интересно, наверное, и нашим телезрителям. Ну, на сегодняшний день та транспортная развитая сеть в городе, которая существует за счет нашего автопредприятия, за счет троллейбусных двух предприятий, за счет коммерческих структур, я считаю, в основном город, если сказать, что транспортная проблема в городе решена. Я могу это как обыватель подтвердить, потому что я вот заметил, что в связи с введением на маршруте вот этих вот Азии действительно разгрузка транспортная произошла. Другое дело не решен вопрос с компенсацией. С компенсацией. И получается так, что и людей нужно возить, и мы не отказываемся людей возить, и в то же время нас заставляют, нас заставляют с малоимущих слоев населения, чтобы мы убрали плату, отбирали их даже на вот на транспорте. Так получается. В результате стараются сделать виноватыми вас, хотя у вас, конечно, ситуация патовая. Ну, виноватыми, может, неправильно сказано, нас с пассажиром правдами или неправдами сталкивают лбами. Они видят в нас, что мы на них наживаемся. А в основном от этого кто страдает? Участники войны, инвалиды войны, пенсионеры, то есть категория заслуженных людей. Но у нас ставят такие рамки. Какие пожелания могли бы высказать нашим товарищам, отвечающим за транспорт в министерстве? Дело в том, что в последнее время намечились позитивные сдвиги. В каком плане? Значит, очень большая помощь оказана автопредприятию новым министром промышленности и энергетики Осинским Юрием Александровичем. Значит, за подписью министра подписан, было подготовлено письмо на имя премьер-министра Анатолия Романовича Франчука. И оно подписано уже Анатолием Романовичем. Там как раз все наши беды показаны. Значит, на последней сессии городского совета, значит, с помощью депутатов фракции Единства, прежде всего, Воронкова Сергея Михайловича, Лукашова Игоря Михайловича, Кортюхова Игоря, Житнюка Ивана Васильевича. Значит, вопрос по нашему предприятию забит, забит в решении сессии, создана рабочая группа, значит, которая будет заниматься нашими проблемами. Мы готовы возить людей, готовы возить тех людей, которые пользуются правом бесплатного проезда. Но нам нужно денежное подкрепление, чтобы мы не остановились ни сейчас, тем более впереди какая земля. Вам большое спасибо за терпение и за ту работу, которую Вы выполняете у нас в городе, а для руководящего состава просьба, чтобы это терпение было подкреплено материально. Еще раз напоминаю, что гостем нашей программы был Геннадий Федорович Смирнов, директор городского автобусного парка. Спасибо, Геннадий Федорович. Продолжение следует... Геннадий Федорович Геннадий Федорович